и всех приветствую мы продолжаем вчера мы остановились это было вчера мы остановились вот на вот этих вот двоих нам надо их сходить и с ними поговорить с кого начнем с песиком или с арзыл давайте начнем с арзыл но потому что мы потому что почему бы нет посетить арзыл а посетить да три раза уже нажимаю арова остановился у входа в покое харзыл и его по его позвоночнику поползло тревожное чувство слуги проходившие через этот темный уголок гостевого крыла уже несколько дней сообщали о странных явлениях странные звуки резкий холод в воздухе изменение цвета света дошло до того что мало кто решался заходить туда даже ors or оркские стражники можно было просто писать орки из дверного проема доносились звуки негромкого песнопения это была лирическая мелодия которая имела странный резонанс и казалось не имела эхо в голове у него гудела когда он протискивался дальше через вход смысле протискивался там там было так узко бледная смутно эльфийское существо сидела скрестив ноги в центре комнаты его густые полые белые глаза светились а полные губы негромко бормотали припев она находилась почти в трансе несколько склонив голову сжимая в руках светящийся череп который судя по всему был ее тотемом при появлении ровно ее голос резко поднялся ее голова резко поднялась а лишенный век взгляд сфокусировался на незваном гости так а почему опять таки это же это же не диалог это же просто идет рассказчик широкая лука расплылась по ее лицу рован мог бы поклясться что ее лу поза поза была предназначена для того чтобы соблазнить его своим глубоким декольте фейни спешила подниматься с колен ненадолго опустившись на уровень пояса а затем медленно поднялась на пятки рован мог поклясться что при этом она специально наклонилась вперед соблазняю своим декольте ну мы поняли уже с момента нашего прибытия прошло столько времени что я уже начала сомневаться не была ли я просто отброшена в сторону для меня большая честь что сам легендарный герой розарий пришел поприветствовать скромного посла бровь ровно приподнялась он смирил ее взглядом да ты гонишь у тебя глаза были прикованы только к одному месту а ты слышала обо мне фей арацил захихикала низким воркованием которое намекало на нечто большее чем простое развлечение она подошла к тумбочке и затушила синюю свечу освещающий комнату тусклым сапфировым сиянием дорогой мой а тебе слышали все от величественных шпилей протеи до самых глубоких трущоб раз кадра стыделью а тебе знают все а твое имя даже иногда произносит шепотом в тайном залах полуночного двора позволь мне сказать тебе какие сплетни почти неслыханны когда речь идет о простом смертном она поднесла руки карту нежно проверяя провела пальцем по полным губам и ухмельнулась правда да я польщен как и ты должно быть то что я позволила польстить тебе говорит о твоей значимости если бы кто-либо другой кроме моей дорогой зер и ее красавца брата пришел поприветствовать меня что ж более скромная женщина могла бы обидеться и так чем же я обез на такому неожиданному визиту официально я пришел поприветствовать тебя в замках блядмин а не официально а чтобы ценить тебя ну как бы с головы до ног как забавно арзыл положила ладонь на подбородок барабаня пальцами по щеке глядя на ровно в ее голосе звучало чувственное мурлыканье нужно сказать что как как правильно изобразить мурлыка что в рассказах амур точно ты занимаешься гораздо более это опять ворона высокое положение чем роль инквизитора для простых провинциалов вроде меня возможно в нас обоих есть нечто больше чем каждый из нас может себе представить улыбка арзыл расширилась до искренней ухмылки о я могу сказать что словесный поединок с тобой был бы просто восхитителен а разве мы не этим сейчас занимаемся а ты хочешь чем-то другим ой то есть мы просто балуемся арзыл повернулась к небольшому металлическому горшку изящно стоявший на тумбочке возле кровати ровно с ним рядом с ним стояли две небольшие чашки темные фарфоровые чашки украшали причудливые узоры из виноградных лоз и золотых шипов они были не из запасов бладмина арзыл наклонилась и приподняла верхнюю часть чашки вдыхая пары ходящий из ее недр не желаешь ли чаю я специально заварила его и доставила в свои покои недалеко как десять минут назад чего блин не дали как 10 он еще горячий да я наверное откажусь спасибо хотя почему бы нет арзыл тихонько захихикала злила налила в чашку и медленно поднесла ее губам чай был черным как ночь казалось он почти растворился в темном фарфоре она не сводила глаз ровно делая долгий пьянящий глоток ну жиром ты же не думаешь что я проделал весь этот путь только для того чтобы отравить тебе я понятия не имею зачем ты проделал этот путь и откуда ты на самом деле взялась ты уж прости мою осторожность пока я не разберусь что к чему ценник мне нравится но тебе нечего бояться меня моя прелесть меня волнует только кто кто-то руман проигнорировал трепетание ее ресниц и кивнул в сторону чайного сервиза не думал что вашему роду придется по вкусу такие удобства арзел опустил чашку на блюдечко с осторожным тихим звоном ты говоришь так будто те кто может ходить и говорить чем-то отличается по природе от тех кто рычит и кусает все что живет естественно единственное различие различие это уровень изощренности они милы улыбнул она 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 мило улыбнулась ему кстати говоря моя вечная благодарность за твою терпеливость в троном зале ты умело справился с переменчивым темпераментом своих хозяев жаль что добрая королева кассандра отправила двух послов еще одно слово этого старого дурака и наша миссия вполне могла бы прерваться ты кажется не слишком беспокоилась о том что у вас изгонят из замка арзел подмигнула и умный дипломат всегда держит на готове несколько тузов в рукаве никогда не перебивай врага когда он совершает ошибку какого врага ты имеешь ввиду единственного то достаточно глуп чтобы разрушить иллюзию солидарности фей перед посторонними я не сомневаюсь что мило и зеро догадалась что мы не являемся единым организм отсюда и твоя отправка сюда и все же ты выглядишь невозмутимым вести переговоры с позиции силы всегда предпочтительны но вряд ли необходимо можно много добиться если правильно оценивать себя например на ее вечно веселом лице появилась холодная улипка я чуть не вижу в ней вечного веселого лица у не скорее всего она на год похожа мне лоб такой большой какой-то знаете есть куклы такие забыл как и называются монстр хай по моему она прям вылитая монстр хай не считая конечно нижней части нижняя часть это это явно не эльфийского происхождения как тебе перспектива вечной жизни роман сложил руки вместе ну томительно почему бы нет а разыл сделала вид что устала вздохнула ах ментальная хитрость смертных притворяться будто бесконечное существование это проклятие чтобы успокоить собственную смертность что мы вообще обсуждаем в данный момент посол я не пойму нихера из твоих слов всем и ничего ты хочешь оценить меня я представляю тебе такую возможность ты конечно когда-нибудь сделал то же самое с дорогим у от skydor white scar а если еще он не сделал я тебе предпочла бы оказаться не на нивызаки но я блин не понимаю некоторые построения предложения неправильно это дурацкое поручение на которое нас отправила королевы кассандр не имеет никакого значения настоящее состязание проходит в самом плодмина она сделала шаг к нему ее бледные глаза пристально смотрели на него с тобой я всего лишь покорный слуга близнецов а разылов к прикрыл ей а разылов к прикрыл ей рот рукой чтобы а скрыть тихий смех арзыл прикрыл а рот рукой во 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 как и я всего лишь скромны придворы на службе у королевы кассандр и все же мы стоим здесь два голоса говорящие от имени наших фракций фигурные головы удивительная полезный инструмент для умных синешалей не так ли ровно когда они прислушиваются голосу раз в этом-то и весь фокус не так ли обратить неприятную натуру в свою пользу не точная наука но так приятно когда попадаешь в цель расскажи мне о своей королеве а вы не слишком высокого мнения подскажите что за чепуха про вечную жизнь а по-моему это можно расспрашивать просто сверху тыкать на и все а сколько всего на столько всего можно рассказать сказки о доброй королеве кассандре может хватить на целый сборник меня больше интересна реальность нежели не будет выдумки и басни зачастую не менее важны чем правда слухи могут рассказать о человеке и его нравах больше чем реальность и более уклончиво в этом вопросе чем я ожидал учитывая все что ты мне рассказывал до тех пор глаза арзу сузились она беззаботно отбросила бледную руку в сторону словно отбрасывая ненужную безделушку тогда примей это как ответ моя любимая королева загадка невинна как голубка но коварно как море мудрая но глупая ласковая но безжалостно она олицетворение фэй и в то же время нечто совершенно иное что это значит позволь мне использовать более простую аналогию она указала на него она это ты ровно бесконечное противоречие прекрасное лицемерие каждое действие которого порождает непривиденные последствия тот факт что и я и этот огромный пушистый белый ковер выполняем ее приказы должен быть для тебя более чем достаточным а объяснение я обожаю ее все же я здесь подрывая ее тщательно разработанную мирный договор если что-нибудь более ироничное чем бессмертный который непостоянным о каком мирном договоре ты говоришь а разу закатила глаза лениво покрутив указательный пальцем по круг пожалуй не спрашивай подробности мы ведь а ты ведь знали что подобные договоры являются тайны не кажется ли тебе в вождь а у айска фанатиком готовы терпеть дальнейшее существование тех кого он считает недостойными мне еще предстоит принять решение по этому вопросу жаля это думала что мы говорим на равных я слишком уважаю твой интеллект чтобы поверить в эту маленькую ложь моя прелесть короче говоря ничто кроме прямого божественного вмешательства и помешают у айскауру попытаться уничтожить меня и мой клан и если только его бог сам не спуститься с небес чтобы наполнить его мозг еще больше чпухой добрая королева кассандра ближайший эквивалент мы заключили сделку но теперь я устал от нее скоро наступит время когда мы должны будем перечеркнуть границы а я такой между у айтскаром и арзыл но между ими их кланами видимо у феи свои кланы существует перемирие пока что а вы не слишком так высокого мнения у айтской верхняя губа арзыл скривилась с презренной ухомылки все об этом никто из уважаемых людей так не думает он фанатик цепляющийся цепляющийся за свои усталые чё там было без зубы убеждения как рыса в ливень ты говоришь совершенно искренне учитывая твои предыдущие комментарии о солидарности фэй бессмысленно притворяться что пузырь все еще существует после того как все увидели что он лопнул у айтскар весьма искусен в ограничении возможности других он неуместный грубия хуже всего то что он скучен ты слышал как он говорит мои извинения проповедь единственное утешение которое я получаю от его присутствия это осознание того что мое присутствие для него в тысячу раз более одиозно значит у айтскар твой враг в силу своей враждебности да меня он не интересует он может сидеть в низервальде и тысячу раз умирать по имя своего бога соло мне все равно и все же я была бы глупцом если бы не обратил внимание на его не слишком дружелюбное отношение ко мне и моим близким в конце концов заноза в боку может легко стать причиной заражения если не принять меры предосторожности а что за чепуха про вечную жизнь никакой чепухи в отличие от моего ворчливого белого коллеги я имею дело только с реальностью желаешь вечную жизнь она может быть твоей это даже не потребует особых усилий от человека с твоими ресурсами и талантами в таких предположениях всегда есть подвох арзыл рассмеялась ухмыляясь ровно конечно есть но в отличие от этих взрослых ой хороцких и салатских шарлатанов я могу дать ее тебе ценой чего моей души полагаю это зависит от определения в любом случае я здесь не для того чтобы а если ты хочешь заключить подобную сделку то это произойдет после того как мы закончим наше дело а ты имеешь ввиду какое дело с лилиями или вообще с войной у меня больше нет вопросов я рада что смогла удовлетворить твое любопытство но давай на время отвлечемся от таких мирских дел и поговорим о других вещах арзыл приблизила чуть ближе и и пальцы прошлись по руке ровно ровно сделал осознанный шаг в сторону например а множестве сочных подробностей маленьких сплетен одна из них которые я обдумываю в последнее время касается в частности тебя она сделала совершенно неадекватную попытку прикрытия рукой а про зарождающийся охмылку как ты спал последнее время ровно видел хорошие сны ничего особенного как обычно я полагаю улыбка арзу столько усилилась весьма много я не считал тебя человека который слишком долго живет прошлым если бы это было так то я несомненно смог бы вспомнить все на что ты намекаешь считается что вещи сны большая редкость среди смертных обычно такие события носят более направленный характер удивительная способность заглянуть в свое прошлое как в зеркало ты уверен что никогда не навещал а что никто не навещал тебе в последнее время ровно мне однозначно чесался и не могу сказать ей правду ответить без иронии смысле сказал сказать ей правду ответить без иронии что-то я не хочу говорить и правду кто знает с каких они отношениях с я забыл как ее зовут а чё-то песня сердце хардсонг солги ответить без иронии ответить без иронии без иронии ну-ка я попробую ответить без иронии я понятия не имею о чем ты говоришь самом деле остается только гадать чего не хватает моих знаний или твоей памяти в отсутствие более конкретных пояснений чем посетителей из сны предположил первый бы арзыл облизала губы медленно чувственного движения дорогой мне кажется что я положила более чем достаточно хлебных крошек чтобы ты понял что я не просто так пускаю дым если ты так много знаешь что почему бы тебе не рассказать мне что происходит на самом деле гипотетическим очень хорошо тогда позвольте мне спросить тебя гипотетически если бы существо обладала возможностью проникать сознание человека в его сны в его воспоминания это был бы мощный инструмент не так ли но очевидно я гипотетически и гипотетически если бы человек мог войти в свои сны стать свидетелем каких-то важных событий прошлого какая ему от этого польза зависит от того чьи воспоминания он увидит хоть что важное для него или вообще 2 чё 2 блин это даст им грани огромное преимущество они будут знать внутренние а не 2 а второе я в карме театр знать внутренне настроиться человеком его слабость это что заставляет его жить сердце и душу так сказать как будто слушаешь весь гипотетически значит ты послала кого-то шпионить за моими снами о нет она не одна из моих слишком много сложности хотя из нее получилось бы восхитительная игрушка честно говоря я бы хотела чтобы чтобы я подумал о таком шаге до того как она начнет свое маленькое приключение иногда пустая наивность оказывается более проницательной чем расчетливая интрига если она не одна из твоих то откуда ты знаешь что мы вообще общались арзыл приблизилась к нему ее глаза загорелись с неземным сиянием она снова провела пальцами по его руке улыбаясь его безучастным уражением вам имел это еще не понял меня если я чем и не увлекаюсь так это гипотезами 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 вы дали мне много пищи для размышления пасёль пожалуйста зови меня арзыл и для меня будет больше честью если у нас будет возможность поговорить еще раз в таком откровенной манере в этом я не сомневаюсь а что если обозначить эту встречу не против ли ты спроводить меня на банкет а по какому поводу банкет арзыл отстранилась от него плавно прошла через всю комнату к своей тумбочке и снова поднесла губам чашку с чаем она сделала долгий глоток затем улыбнулась милая эзера была настолько любезна что позволила мне провести через портал несколько членов полуночного двора и устроить банкет в ее честь как великодушно с твоей стороны после того что произошло в тронном зале я решила что небольшой праздник устроенный за наш счет будет как раз кстати чтобы сгладить затянувшуюся напряженность между нашими народами знак доброй воли и в знак наших намерений по отношению к твоим благородным хозяин благосклонным хозяин и все же я почетный гость арзел рассмеял и свыркнув белоснежными зубами честь принадлежит мне роуэн но подумайте и о логике не могу же я поступиться своим статусом иностранного посла пригласив да там лсп легко перепутать лидера фракции с которой я присоединилась более того если кто не пригласит близнецов в качестве своих партнеров то это будет королева кассандра а не я мое место на ее стороне глаза арзыл зажмулись и она долго многозначительно смотрела на рову так же как и ты принадлежишь близнецам ты играешь в опасную игру арзыл единственная в которой стоит победить хотя из тебя получится получилось бы замечательная партнер по танцам очень хорошо я приду к тебе снова когда смогу и мы сможем как следует подготовиться к банкету арзыл вернулась прежнюю медитативную позу оберегающий поглаживая светящийся телеп на коленях череп гулдана тогда я буду ждать твоего возвращения с стоянным дыханием роун когда роун закрыл за собой дверь он услышал как жуткие звуки беззеховых песнопений вновь заполни его уши так а чем мы можем сразу 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 а но посетить арзыл а рован да можно можно видимо сразу ветку давайте сразу закроем ветку с арзыл и парцом рон стоял перед высокими дверями тронова зала как человек готовы выйти на поле боя арзыл шедшая с ним рука об руку бросила в его сторону осторожный взгляд она мило улыбнулась глядя на него мрачное выражение лица ну что роун ты готов примерно сук только насколько я вообще готов арзыл издала тихий зук она крепче прижалась к нему о не будь так застенчив моя прелесть возможно тебе не по душе такие политические тонкости но уверяю тебя они необходимы с течением времени и с ростом авторитета близ блогмин они будут они будут становиться все более обыденными и надо сказать что ты выглядишь сегодня просто великолепно ты я не дебютантка которую можно показать на балу и это не твой первый опыт в дипломатических играх ты не хуже меня знаешь что то с вином за ужином может купить тысячу мечей на поле боя смех раздавшийся из-за дверей тронного зала заставил ровно напрячь брови давайте покончим с этим после тебя моя прелесть двери раз тупились раскрылись перед ними и они вошли в преображенный тронный и зал ну чё это блин я не пойму и не пойму что-то нарисовано что-то вообще приз а он внизу вижу арзыл да я сложно не заметить она так сильно выделяется там кто-то еще есть по моему-то сукубы так сплеченные из множества цветов нити сплетались по залу словно паутины нити да почему слова-то повторяются сплетенные нити нити еще и нос чешется не могу лаская столы и покрывая каменный пол извилистыми узорами и изображениями на ощупь они он был мягкий и ворсистый почти как ковер но при этом по нему было удобно ступать на стропилах были установлены большие факелы освещавшие веселым желтым светом ряды пиршеств и их столов занимавших почти половину зала в одном из углов был воздвинут высокий помост с которого группа смертных менестрелей исполняла задорные мелодии их витиеватые три лист и голоса лишь чуть-чуть перекрывали тяжелую болтовню собравшихся гостей которые теснились на открытой площадке как набитые сардины вдоль одной из длинных сторон зала была накрыта большие банкетные столы ровен с аппетитным трепетом наблюдал как слуги выносят огромные буханки пышного хлеба и кучи паука ой паука кучу лука пурея моркови сладкой кукурузы и репы белый и желтый они также принесли свежего кабана на вертеле жареную утку плавающую сливочно белом соусе подносы полные оленины тушеные с пивом и маслом короче ништяк привозили огромные бочки с вином причем в бочках настолько выдержаны что сам дуб покрылся мхом но когда поворачивали экраны из них появлялось вино яркого мерцающего золото наполняющие бокал и кубки всех желающих и еще и многое другое это был не пир это была мечта гурмана в этом мире была какая-то потусторонняя красота веселья выходящие за рамки простого украшения или музыки ровну пришлось остановить себя прежде чем он расплылся в улыбке твои люди приготовили все это за один день находчивые не правда ли мы очень любим банкеты в дополнение к мангалам и в воздухе висели яркие свечи с голубым пламенем словно созданные из эфира стал и при приближении рассмотренных при ближайшем рассмотрении оказались ближе к деревянным скульптурам чем к реальным посадочным местом они напоминали рощу мшистых деревьев согнутых и придавших форму посадочного места а там в дальних стропилах мерцали разноцветные звезды не звезд а драгоценных камней некоторые из них размером с кулак собраны в радужные созвездия и рассыпались по небу зала над всем разносился звук неземного музыки добавляя восторженные настрой и настойчивый призыв к праздничной атмосфере некоторые гости были одет в свои лучшие бархатные одежды другие в полной доспехе однако куда бы рову не посмотрел на всех лицах была улыбка небывалое зрелище для такого мрачного места как бладмин орк в причудливом одеянии стукнул большим посохом о каменный пол громкий звон разнешься по залу и привлек всеобщее внимание представляем вам лорда рована blackwell стюарт бладмина герой розарии верховный рыцарь генерал безнецов истребитель демонов и покоритель королевств по толпе прокатился громкий смешок когда все взгляды обратились кроун несмотря на невозмутимое выражение лица на нем проступил редкий румянец ровен бросил косой взгляд на зачинчика праздника но орзил осталась с покорно пустым лицом терпеливо ожидая представления геральда геральда когда ропот утих раздался второй удар посохом представляем посол арзил леди полуночного двора и представителя королевы фей кассандры раздались приглушенный аплодисмент и орзил склонила голову знак раскаяния за добрые слова геральда ровен поднял бровь довольно скромное приветствие особенно по сравнению с тем что говорили обо мне арзил улыбнулась но не стала смотреть ему в глаза ее взгляд метался по многочисленным гостям которые бросали на них осторожные взгляды пока они шли в тронный зал правильный вход это пожалуй самое важное взаимодействие он задает тон и формулирует облик который мы себя окружаем значит ты занижаешь свой статус совсем наоборот мои титулы и должности при полуночном дворе мало что значит для смертных те же кто знает об этом и без того высокого высоком не знает ценит и наоборот мой авторитет возрастет в сто раз если герой розарии соизволит принять на вечер в качестве равного себе ничтожного посла из неведомого царства несмотря на то что ты пригласила меня ее улыбка становилась все больше совершенно верно моя прелесть правда как и правда ценится больше за внешность чем за обыденную реальность я вижу гости нас ждут арзыл обрадовалась своему тактичному ответу тогда не будем заставлять их ждать ох ты ел позволить нам сначала поговорить с придворным давай арзыл защебетала хлопая ресницами и направила его к разномастной группе нарядных гуманоидов стоящих центре праздника но в тот же время в стороне от него как семя среди почвы чего подойдя к ним он застыл в изумлении как будто попал в другой мир они были неземными в своей красоте изящными движениях некоторые из них были высокими выше даже орка но телосложение у них было вере тенообразное словно от легкого ветерка они могли распасться на морскую пену другие были невысокими миниатюрными с толстыми носами еще более густыми брови головы как вытесанные из скалы валуны а травянистые бороды цвет океана все они будь то человек или людоед были прекрасны без исключения они несли в себе ярко выраженные фаэлийские черты рога когти удлиненные пальцы на ногах или тонкие пальцы на руках их одежда была столько же великолепна как и они сами свободные платья и ста остроконечные туники гораздо более свободно любимого стиля чем тот который можно встретить среди душной розоринской знати они были колоритны и по поведению и по одежде куда ни глянь везде были яркие красные и оранжевые цвета переливающие синие фиолетовые электрические желтые и зеленые когда ровно почувствовал на себе их взгляды он увидел те же цвета в их потусторонних глазах лорд ровно позвольте представить вам некоторых из лучших членов полуночного двора разумеется это лишь часть наших лучших членов я сама отобрала тех кто будет присутствовать исходя из последних событий произошедших недавно и а за время моего отсутствия событий полуночный двор вершина общества фэй вращающихся вокруг нашей дорогой королевы кассандры и спи на следующая по ее питан такая близость к и сиятельству желанная должность все всегда хотят посмотреть поближе ты можешь себе представить что такая борьба за место может породить некоторые склоки но хватит а политики ты просто должен поздороваться когда ровно поднялся на ноги он почувствовал что на него смотрят многочисленные глаза более чем дюжина бессмертных они окружили его условно круг и только твердая рука арзыл а лежавшая на его плече помогала ему вернуться в реальность бледная ухмыляющаяся женщина протянула ровно руку хитиновая черная броня опоясывала ее до запястья после минутного колебания ровно взял ее она тепло улыбнулась ему показывая перламутровые зубы с острыми клыками позвольте представить леди орд спайт из семи крыльев глаза леди орд спайт сузились на чертах лица ровно изучая их с особой пристальностью леди орд спайт это тот самый очаровательный смертным о которым я вам рассказывала ровен блэквилл маленький синишаль леди арзыл вы застали меня врасплох я не ждала столь величественного представителя а так скоро представление как поживаете лорд ровен рада познакомиться с вами ровен понял чего добивается и стал играть роль деревенского увольня пусть лучше ее а придворные считают его очередной игрушкой а познакомиться с вами это честь для меня прошу прощения миледи но если вам это с вас так зовут то где же ваши крылья где же твои крылья видишь я уже летаю леди орд спайн захихикала протянувший слишком длинными пальцами чтобы ловко скрыть смех она затрепетал ресницы да перед вами же как вы думаете что нам не надет а феи пируэт на приподнялась на раздвоенных коленях поворачиваясь на месте пока ровно разглядывал ее наряд то что он принял за диагональные спирили видные узоры цветов на свободной пушистой ткани оказалось сложенными крыльями краями и крыльев обернутыми вокруг нее как шаль арзыл кивнула и и нарядная фей кивнула в ответ склонив голову в знак почтения ровно почувствовала как ее чешуйчатая рука выскользнула из его хватки и так продолжалось одно головокружительное знакомство за другими приветствие становилось все более пунктуальным чем дальше по списку арзыл пронеслась мимо приземистого многоногого грузного мужчину даже не взглянув на него а вот и гартор самозваный повелитель термитов хотя как я слышала его свергнутая жена намерена вернуться в середине лета полагаю нам предстоит увидеть кто из них в конце концов съезд другого какая гадость она беззаботно на жестикулирована жестикулировала в сторону стоящего рядом с ним существа длинноше его узкоглазого с за горбленой спиной и слишком длинными ртом его кожа по цвету и фактуре напоминала лягушачьи хару дыспекл спина как рыба из воды мастер игры на флейте и юзбе по костям иногда он любит смешивать эти увлечения думаю тебе понравится его музыка она входит в программу развлечений этого вечера пройдя месяц тем мимо зверинца бесплодных существ они наконец остановились у ног последнего придворного при виде ее отзыв скривила губы она была маленькая для фея но красиво несказанно ее длинные до плеч волосы были темно русами а глаза ярко белыми и мерцающими она была стройной почти хрупкой и бледной как и лунный свет и наконец конечно же джос спин звездное крещение недавно пополнившая наш высший эшелон правда мне больше нравилось ее загорелая сестра но такого правила дуэли джос спин выскочила вперед и задорно улыбнулась словно и не слышала ничего из того что только что сказала о ней арзыл она совершенно не обращала внимание на ровно ее черные как ночь волосы не спадали до земли а от покорного поклона миледи для меня большая че рун а рука арзыл оказалась у ее лица отмахиваясь от нее почти перед самым началом разговора достаточно тызи для того чтобы приветствовать моего гостя а не для того чтобы обмениваться со мной любезностями потрясенная упреком джостин джослин поспешно повернулась к ровно чтобы как следует поклониться и отклониться но арзыл уже удалялась она потащила ровно за собой отрывая его от жадных взглядов придворных фей он видел в их глазах зависть как убийственную враждебность так и мучительную тоску словно снятое заклинание они начали рассеиваться среди толпы смешиваясь с людьми они напоминали ровно стаю волков вышедших на охоту он подождал пока все они не окажутся на безопасном расстоянии чтобы высказать свое мнение по этому поводу это было интересно высокая оценка я горжусь тем что могу заинтересовать королеву ничто так не огорчает как скучный день при дворе они выглядят так словно все они убили бы меня или съели если бы у них была такая возможность арзыл хихикнула лукаву хмыляя словно он рассказал непристойную шутку и они бы это сделали но они не смогут потому что я не потерплю этого и королева кассандра спокойно позволяет своим людям затевать подобные интриги и перепирательство ее величество не из тех кто вмешивается в мелкие мелочи двора пока соблюдается атрибуты традиции и приличий она не задерживается в тени где кто-то может скрываться так она наивно или просто сознательно не замечает арзыл усмехнулась если результат один и тот же то кто скажет что из этого правда я начинаю понимать почему вас назначили послом леди арзыл я рада что ты обратил на это внимание так это будет долгий вечер ну ладно возможно мы сможем пообщаться с некоторыми из других королевств подожди а это было или нет я чуть не помню да 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 конечно это практическая причина по которой мы здесь нет так ли оценка конкурентов я бы постерегался бросаться такими словами пасу в идеале наши интересы совпадают арзыл закатила глаза она наклонилась чуть ближе к ровну ее голос прошел и листел ему на ухом да и ни одна битва в истории не было выиграна благодаря своевременным отступлению дорогого союзника давай не будем стращать мой дорогой если бы все было на твоей стороне война вообще была бы не нужна друзей надо выбирать так же тщательно как и врагов и ты думаешь что такое открытое мошенничество делает тебя более ценным союзником конечно потому что я знаю чего от меня ждут и что я хочу получить взамен гораздо легче работать с равными чем с подставными или пешкой которая себя таковой не считает а те кого ты собрал что ж посмотрим не так ли ровно услышал знакомый голос герцога рэвы который и жаловался а чё он тут а возле входа в тронный зал стоял испытающий глубокий дискомфорт герцог рэв в окружении немногих рыцарей уцелевших после падения его замка и небольшой компания мелких дворян перебежчиков ставшие представителями своих бывших сеньоров как главный слуга близнецов в розаре герцог рэв теоретически занимал почетное место среди многочисленных сановников чиновник но на самом деле он был здесь таким же беззубым как и раньше он стоял застыв на месте и с легкой усмешкой взгляда собрания военачальников и сановников не все-таки сановники которые по его мнению были гораздо ниже его достоинства а это я вижу добрый герцог рэв ваш бывший сеньора если я не ошибаюсь вы хорошо осведомлены милети он выглядит ужасно непринужденно может пойдем и поприветствуем его возможно он будет рад увидеть знакомое лицо если ты так хочешь роуэн подошел герцогу дорану рэву с арзыл под руку с трудом скрывая свое презрение герцог рэв доброго пожаловать на банкет да лорд роуэн приветствую вас герцог свою очередь казалось совершенно не обратил внимание на хмурый взгляд роуэна воспринимая его просто как еще одно лицо с которым можно поговорить в уроке появился бокал с вином он отхлебал из него с угрюмом безразличие что за мерзкое сборище разбойники звери и ублюдки смешались с голубыми кровями я самый скромный слуга императрицы из эры но даже я не думал что мне придется спуститься так низко не все из нас могут быть такими верными как вы герцог бладмину нужны союзники солдаты деньги и так далее этому нельзя добиться полагаясь исключительно на голубые кровь герцог рэв казалось слышал его лишь наполовину и взгляд обшаривал присутствующих словно он оценивал кучу мусора он еще раз взмахнул своим бокалом тем не менее мероприятие получилось а-ля поватым вы видели какие звери здесь полос было гадость мерз роман почувствовал как какти арзил слегка впились в руку в ее теле появилась неподвижная словно гадюка свинувшись для удара а неподвижность и говорю тебе если это будет наши союзники мы не захотим иметь врагов каждый крысолов укоротитель лягушек и охотник на волков в королевстве будет стекаться к такому месту герцог рэв усмехнулся про себя сделав глоток вина богатый охотничий угодин самодовольный смех рэва только усиливался после его фразы это заставило ровно оскалить зубы ухмылка которую он вернул стало ближе к гримасе когда он пристально посмотрел на герцога даран я еще не представил тебе свою спутницу глаза герцога рэва лениво дрейфовали в сторону арзил словно видя ее впервые да да дорога арзил скользнула из рук ровно и плавно скользнула в личное пространство рэва он издал небольшой возглас дискомфорта герцог даран раев собственной персоны рада наконец-то лично познакомиться с вами я блин тоже кто вообще такая арзил придвинулась к нему поближе и провела рукой по его руке как это было сурово но более крепко с более жесткой хваткой он вздрогнул о такой наглости мы не встречались лично мой герцог вы можете знать меня только по репутации чё это опустите меня сейчас же прошу вас дорогой герцог позвольте мне представиться видите ли я провела несколько лет в ваших краях гуляя со своими друзьями прекрасная страна прекрасный и крепкий народ ваши подданные думаю вы помните и наш визит ваша ежегодная десятина упала почти вдвое лицо герцога рэва побледнела его попытки освободиться ослабли эти исчезновения убийство в лесу это были вы о я не претендую на исключительные заслуги хотя и признаюсь в некоторых более творческих работах обнаруженных вашим рыцарями подождите то есть мы которые находили там вот эти сатанистические ритуалы это была она но да она похожа его глаза расширились когда он безуспешно пытался стряхнуть ее себя когтистые пальцы арзыл крепко сжали его руку на леди арвин была просто восхитительная такая медлительная хотя бегает на этих каблуках но это как вы говорите богатые охотничьи угодья ариф повернулся к ровну его рот бормотал словно подыскивая слова его глаза умоляли его помочь кто эта женщина зовите арзыл попросить герцога уйти пока ситуация не ухудшилась разрядить обстановку смысле отзовите арзыл давай разведи обстановку не восприманим все к так серьезно даран леди артвил разумеется говорит только в шутку х и ты я полагаю слышала афр герцог рейф ничего не ответил с пустым ужасом глядя в светящиеся глаза арзыл даран да детская басня что с тобой она не басни герцога она их посол вы помните что одна из главных черт фей в подобных историях их игривый хитрый характер я я полагаю боюсь шутка прошла мимо головы ваши бедные жертвы леди арзыл арзыл сдержала взгляд герцога рейф на мгновение дольше чем это было удобно а затем с улыбкой опустила его прошу прощения герцог я приняла вас за более веселого человека я надеялась согреть ваши щеки черным и юмором увы мои шутки напрасны для смертных обычная трагедия но тем не менее досадная герцог рейф полном недоумении сделал а неуверенный шаг назад оторзыл который ухмы лялась как кот чешки 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 да что ж полагаю мы вы все еще изучаете особенности этикета смертных я великодушно прощаю вас а я великодушно принимаю мне пора идти сэр арчибальт сказал что ему нужен совет а я к сожалению не успел с ним поговорить прощайте милорд очень приятно возможно мы еще поговорим в следующий раз на единии харзыл смотрела как он уходит а затем повернулась лицом кроуна он увидел как под ним а мелькнули коляки прекрасное обманное движение теперь он не знает что обо мне думать это было интересно а раздел презительно фыркнула театрально взмахивая рукой скорее пустая трата времени мы хорошо поработал а ты хорошо поработал чтобы вывести его из равновесия но при этом ты а лелеешь милю из губ если это так то почему ты носишься за ним как кошка за мышкой а разрухи гигнула и подмигнула и улыбнувшись на плавно вернула на свое место рядом с роллами знать кого культивировать а над кем доминировать это тонкий танец слишком много бархата и тебя воспринимают как слабака слишком много кулака и ты становишься тираном но он благородный титул в мужской шкуре такой же полезный как восход солнца под землей отбрасывается при первой за возможности даже такие люди когда ран имеют свое применение да я уверена что он был бы тебе полезен если бы ты нуждался высокомерно выгравированных столовых приборах с клеймом его ничтожной геральдики такой человек не просто пешка он истукан используя его политической рычаги выкачи из него все ресурсы а затем выбрать как использованную гильзу а мы сможем пообщаться так а это вроде же поговорили или тут еще что-то есть но к посмотрим да это будет долгий банкет арзылу нагрузку темных алектор сидящий на столе ой блин а там темные эльфы конечно мне нравится эти женщины хотя и слишком грубые на мой вкус а на вкус арзыл наклонилась и заговорчески прошептала ровно на ухо и и теплое дыхание щекотала его кожу знаешь и говорят что в последнее время темные эльфы в некотором смятении какие-то странные дела между тремя домами и я была потрясена когда узнала что сестры злобы отказались отправить послание как бладмину даже когда это сделали оба ее дома сестры но были на потому что одной голову мы отрезали любопытно правда интересно чувствует ли и зеро себя оскорбленной а вряд ли у нее хватит терпения заметить это она ведь импульсивно не так ли тем не менее по крайней мере сестры убийств и сестры похоти представлены поскольку де авакии могут быть несколько недоброжелательны другим расам я решил усадить двух послов за банкетным столом напротив друг друга кровь ровно похолодела ты что с ума сошла они же убьют друг друга смех арзыл был легким и воздушным словно ровно только что предпередил ее что жареная утка может получиться немного пережаренной она отмахнулась от него если бы это был банкет темных эльфов я была бы склонна согласиться однако они находятся на нейтральной территории не волнуйтесь одно это даст нам хотя бы несколько минут для чего придворный этикет порой бывает таким утомительным я подумаю что небольшое живое кровопролитие скрасит праздник и не даст гостям заскучать во что ты играешь арзыл выражение лица арзыл вдруг стало убийственно серьезным это не легкомыслия ровно если уж на это пошло то это вызов сможет ли мы вместе сориентироваться между двумя сторонами испытывающих такое взаимное презрение сможем ли мы обратить это себе на пользу и вообще стоит ли заигрывать с одной из сторон так много способов справиться с неловкой ситуации и только половина из них связано с клинками или ядом ты подстроила эту схему чтобы мы стали посредниками я мужчина и их культура презирает нас они порабощают своих мужчин чё блин простая задача притвориться моим слугой они будут обращаться со мной а тебя полностью игнорировать тогда зачем вообще я пришел глаза арзыл сверкнули весельем чтобы испытать тебя ровно все это чтобы испытать себя а теперь последний вопрос прежде чем мы с головой окунемся в бой меч или не меч что арзыл показала что ковыряет что-то под ногтем большого пальца посмотрим фракции сестры убийства женщины соответствующие своему имени гладиаторы воительницы убийцы они скорее отрубят тебе голову чтобы чем станут с тобой церемониться сильная рука с мечом может компенсировать их отвращение к мечу между ног если ты простишь за вульгарность а вот сестры похоти это совсем другой зверь чувственные соблазнительные ядовитые гадюка в постели так сказать дипломаты темных эльфов если таковы действительно существуют они предпочтут откусить тебе меч между ног после нежных поцелуев а затем наблюдать как твоя кровь вытекает короче говоря они не конфронтационные клинок у бедра это скорее оскорбление чем угроза они убьют тебя отравленной улыбкой кстати не забывай о помаде поэтому я снова спрашиваю меч или не меч меч я нафиг вы не хочу что меня отрубили что-то между ног меч если мне предстоит сразиться с толпой разъяренных темных эльфов я скорее смогу защитить себя как и положено всем славным воинам слова имеют ту же силу что и сила которая их поддерживает иногда запугивание вдвое ценнее примирение что-то мне подсказывает что с такими как они примирение не пройдет арзыл издал знойное воркование оглядывая ровно с ног до головы словно оценивая его боевые качества и правда последний король и алло эна так последний король и алло эна а права упаковавший прибегнуть такой тактики в итоге оказался с их головой приколотой шипами к воротам Эмин Ордаса. «Ты знаешь эльфийскую историю?» Арзел ухмыльнулась, ее пальцы потянулись вверх, чтобы нежно погладить длинное острие ее ушей. «Я вывучила ее со временем». Вдоволь наговорившись, Роун и Арзел подошли к длинному столу, за которым сидели послы темных эльфов. По одну сторону стола, освобожденного от остальных гостей, сидела хмурая женщина, темный эльф, высокая и мускулистая, бледно-белые шрамы пересекали ее кожу от лба до пяток, целая россыпь порезов, синяков и колотых ран. На ней был наряд, который можно было характеризовать только как гладиаторские, облегающие кожаные доспехи, щитки и вамбросеры, но все оставальное голая кожа. И правда, у правого бедра она носила зазубренный кинжал из отражающего черного металла, а у левого небольшой кинжал, Морнинг Стара, шипы которого были сделаны не из металла, а из костяных рогов, толщиной с большой палец. Непрактично, если человек намеревается просто убить противника, действительно, сестры убийства. Единственным человеком на ее стороне стола был еще более высокий воин темный эльф. Единственным человеком, да почему человек-то, вооруженный зазубленным коротким мечом и облаченный в куда более практичные стальные доспехи, холодного серого оттенка ее телохранителей. На другой стороне стола все было наоборот. Вместо женщин-воинов с каменными лицами в разном состязании покоя сидели полдюжины или более темно-эльфийских дев. Они были одеты в шелковые полутоги, обнажающие одну грудь. Одежда была соткана из тончайших тканей, пурпурного, золотого и белого цвета, и под них хорошо просматривались бледная кожа. Все они проколоты в тех или иных местах, многие в гораздо более неприличных местах. Их кожа была гладкой и безупречной, но более всего любопытны были их слуги-молитвенники. За сестрами походи присматривали несколько десятков рабынь, у каждой из которых была своя особенная госпожа. Среди них не было ни одного совершенно одинакова, но Роуэн заметил некоторые сходства. Одна темно-эльфийская госпожа, очевидно, предпочитала муж жественных зверей, орк-минотавр, даже гарпи-самец, скачущая на обрезанных крыльях. Все они были обнажены, как поводки на маленьких кожаных веревочках, вели к ее руке, которую она жадно сжимала. Другая, совсем противоположная, была окружена, как богиня толпой эльфийских женщин одинакового худого и ежедистого телосложения. Они носили не поводки, а бледные серебряные торки на шее, украшенные символом их госпожи. На них была разрешена одежда, пусть воздушная и шипучая, не понял. В смысле разрешена одежда. Но более всего любопытство вызывали девы в центре, они представляли собой ряд протесков, каждая из которых была еще более ужасающей, чем предыдущая. Орк с усохшей рукой и лицом, похожим на опухоль, следовал за ней по пятам. Безгубая протейская женщина с постоянной улыбкой шута, сладострастно танцующая для ее развлечения. Карликовый гоблин, несущий слишком большой еблюдо-виноград для своей хозяйки. Роуин был готов ко многому, но только в этот момент он понял, насколько не готов к прямому столкновению с темными эльфами. Арзыл подошла к ним, Роуин следовал за ней по пятам, как будто это был всего лишь еще один шумный стол на фоне всеобщего веселья. Однако перебранка на столе была далеко от дружеской. А сестры сланг... это кто такие? Овс... слангтер. Как по мне, так это пустая трата времени. Сестра похоти закатила глаза и открыла рот, чтобы обогоревшая женщина со стороны странно чистыми руками могла засунуть себе в рот виноградину. Сестры ов лас? Не понимаю. Я думаю, и Сестры ов варен, и Сестры ов... Как похоти по-английски, я не знаю, я такие слова не учил. Что ж, к счастью, твое мнение... Сестры ов хорни. А что ж, к счастью, твое мнение не имеет большого значения там, где оно имеет значение? Арония. Арония зарычала бледно-золотистый прядь волос упала ей на лицо, и она уставилась на сладко-страстную женщину, сидящую напротив нее. И где же ты, скажи нам, милость, в борделях в рабских кварталах? Может быть, в селекционных ямах? Я могу перерезать тебе горло, Калинта, а твои милые сестрички будут просто смотреть и смеяться с удовольствием, провожая тебя в пустоту, пока я буду вытягивать твои голосовые связки и натягивать их на смычок. Калинт тихонько вздохнула, как будто открытая угроза ей просто наскучила. Она подняла руку и длинным накрашенным ногтем провела линию, рассекающую бровь. Скажи мне, от какой обезьяны у тебя остался шрам на арене? Белатриса. Орка или человек, неважно, кто это был, не так ли? Улыбка, арония в ответ была столь же ледяной. Ее темный взгляд скользнул по многочисленным слугам соперничьей дамы. По крайней мере, мои умеют драться. Какого мальчика Робатый намерена сегодня вечером? Сестры похоти откинулись назад, Ленева бросив руки в сторону бледного юноши лет двадцати с небольшим страдающим гигантизмом. Его рука была размером с голову Роуна. Скорее всего, он, и я предпочитаю правильную окраску. Ты мне противна, и мне тоже какая гадость. А ты пачкаешь скатерь своим окровавленными пальцами. Полагаю, у нас обоих есть претензии друг к другу. Дорогие дамы, прошу вас, столько грубых слов между вами, а я надеялась поучиться утонченности вашей эльфийской культуры. Оба темноэльфийских посла обратили свои жесткие взгляды в сторону Арзел, словно пара хищных богомолов, присматривающих к еде. Фэй, как любопытно. Ты очень искус на восприятии, моя дорогая леди Арзел. Чего, блин? Это, скорее всего, это сказала Кассандра или кто там? Из полуночного двора к вашему... А-а-а... Нет. Блин. Это Арзел сказал. Арзел к вашим услугам. Я ваша хозяйка на этом скромном собрании, как я понимаю, вы оба наслаждаетесь вечером. Я пришла не к тебе, чудовище, я пришла поговорить с близнецами. Где они? В данный момент нездоровы, но они скоро прибудут, уверяю вас. А Роня презрительно хомыкнула. Как мило с их стороны, что они позволили свои лающие собаки встретить нас у дверей. Арзел не шелохнулась. Ее искусная улыбка затянулась на лице, как рано. Калин-то театрально вздохнула. По крайней мере, скажи им, что мы устали от этой болтовни по ту сторону стола. У меня сложилось впечатление, что мы собираемся получить свой собственный. Еще немного, и я сама попрошу моего мастера-отравителя выпить рюмку. Разумеется, мы вольны пересесть. Вы вольны пересесть за другие столики, которые пожелаете, мадам. На глазах Калин-то вспыхнула редкая вспышка гнева. Она села прямо, а царственная осанка придала ей угрожающий вид. А почему я должна пересесть за ее столик? Не тебе указывать мне, что делать. Арзел невинно повернулась и с улыбкой посмотрела на аронию. А тогда, миледи, не могли бы вы со своим телохранителем пересесть на другую табуретку? Я не сдвинусь за место, не надюйм. Эта тварь и ее свита могут пересесть, а я останусь здесь. Арзел развела руки, показывая, что они чего не могут сделать. Я в тупике, я не могу заставить ни одну из них пересесть. Это не мой замок. Значит, ты нам не нужна. Сгинь. Беги, Фея, если не хочешь стать последней из своего рода, кто испытает на себе мои удары. Арзел покорно склонила голову, почти пафниц перед двумя темными эльфами. Ах, конечно, приношу свои бесконечные извинения, ваше величество. Тогда я оставлю ваши претензии на попечение моего дорогого слуги, Рвана. Арзел повернулась и дважды щелкнула пальцами, как бы призывая Руна. Рван, леди Аррония и леди Калинта немного повздорили. Не поможете ли вы с ними? Арзел, ты ж подлая такая. Сию минуту, миледи. Он? Это недопустимо. Но Арзел уже прокладывала себе дорогу и как можно более дипломатично скрылась в толпе, прежде чем ошеломленные темные эльфы успели произнести хоть слово жалобы. Они обратили свои ненавистные взгляды на Роу, на глаза их горели презрением. Ни одна из них не подала признаков того, что узнала его, несмотря на сделанное ранее заявление. Но это же рыцарь Азари, я могу сказать, что по соломенным волосам и детскому цвету лицу. Я хочу вырвать у тебя из головы все фолликулы один за другим, только чтобы больше не смотреть на него. А теперь перестань глазеть и найди мне своих хозяев. Я все еще намерена поесть этим вечером. Роман посмотрел на темноэльфийского посла, сохраняя нейтральное выражение лица. Боюсь, что леди Арзу сказала правду, близнецы нездоровы, но я с удовольствием выполняю ваши просьбы. Оба дипломата с усмешкой посмотрели на него. Эта твоя маленькая палочка не делает тебя воином, обезьянка. По твоей позе я вижу, что ты вряд ли умеешь пользоваться этим клинком. Элифийка Сао Шрама выхотела кинжал из ножен и бросила его на стол, прежде чем кто-либо успел отреагировать. Он... Она ухмыльнулась Роуэн. Засунь свой хвост между ног и беги туда, откуда пришел. Роуэн сжал кулак изо всех сил, стараясь сдерживать свой пыл. Одно неверное слово, и он был готов начать войну прямо посреди банкира. Сделать был какой-то выход, он должен был быть. Эти двое ненавидели друг друга даже больше, чем его. Может быть, ему удастся завоевать расположение одной из сторон, сыграя против другой, как говорила Арзыл. Но ни тот, ни драгон не был настроен к нему особенно благосклонно. Да и не похоже, что они были настроены дипломатично. Темные эльфы были ужасными гостями на ужине. Может быть, пришло время, когда он должен был сделать свой ход? Так. Запугать сестру убийства и заставить их действовать. Мягко пригрозить сестре похоти, чтобы она пересела. Попытаться выступить посредником. Скажите, что вы Роман Блэквилл. Не-не-не-не-не-не. Попытаться выступить посредником. Может быть, мы сможем договориться. А о чем там заикнулся человек? Я сказала тебе уйти. Я бы не стал так поспешно выдворять меня, леди Аарония. Может быть, я и мужчина, но меня воспитала женщина. Возможно, вы знаете ее имя. Калин-то закатила в глаза. Да-да, леди Изера. Единственный человек. Человек. Который стоит видеть в этой мрачной дыре. Боюсь, вы немного ошибаетесь, миледи. Я имел в виду свою первую любовницу. Да, Энара. В смысле, любовницу. Аарония подняла бровь. Живая, святая? Она? Это она? Я был одним из ее поборников в войне против Карнаса. Ее правой рукой во многих отношениях. Роун жестом указал на собравшихся вокруг него. Я организовал поход, который привел к взятию этого замка. Можете даже утверждать, что если бы я не я, мы все были бы под каблуком владыки-демонов Карнаса. Она увидела мою ценность и мы победили благодаря этому, так же, как сейчас это видит меня Изера. Аарония уставилась на него так, словно видела его впервые. Кто ты? Я Роун Блэквелл, один из шести героев, победившись Карнаса. Но сегодня я скромный слуга Изера. И я здесь, чтобы помочь вам найти компромиссный выход на изотрудительного положения, в котором вы оказались за столом. Аарония растерялась. Сестры убийства смотрели на него, если не с уважением, то, по крайней мере, с насторожностью. Роун положил непринужденную ладонь на рукоять меча. Он увидел, как напрягся телохранительным. Нам действительно нужно разделить ваши две партии. Я очень сомневаюсь, что вам понравится общество других гостей. Почему бы не подождать немного? Я уверен, что императрица Изера скоро будет здесь. И тогда вы сможете поговорить с ней напрямую. В конце концов, вы почетные гости. Это привело к их вниманию. Аарония выглядела откровенно польщенной. А Калинта, по крайней мере, оказалась немного более заинтересованной в разговоре. Если это так, то почему мы сидим вместе за дальним столом? Миледи, вы, как никто другая, должны знать, что внешность бывает обманчива. Пусть всякий сбро думает, что он в центре внимания. Но за закрытыми дверями мы знаем, для кого этот банкет. При этих словах глаза обоих послов окрасились. Они обменялись взглядами, выражающих взаимный расчет. Это все потому, что я дипломатию вкачал. Но если говорить так, сестры похоти не видят необходимости изменять ранее достигнутые договоренности. Аарония кивнула, впервые расслабившись на сиденье. Оба посла выглядели весьма довольными собой. Передайте вашей госпоже, что мы терпеливо ждем ее. Рован отвесил поклон. Конечно, миледи. Довольный тем, что каким-то образом добился своей цели, Рован двинулся обратно на вечеринку. Навстречу ему попалась восторженная Арзыл, с руки которой практически капала вода. Боже мой, много представлений. Я дополагаю, что ты возьмешься за решение проблемы с головой, а вместо этого ты ведешь себя скольще угря. Мне казалось, что я не очень-то привязался ни к одному из них. О, моя прелесть, это не так. Но это нормально. Ты же не собирался заключать брачный договор и заспор за ужином. Тем не менее, ты совершил невозможное, заставил двух темных эльфов просидеть за одним столом более пяти минут. Действительно, редкий подвиг. Ты довольно загадочен, Роуден. Такая ловкая дипломатия, как эта, требует многолетнего опыта в этом ремесле, а ты в нем как рыба в воде. Скорее всего, мне бы не понадобились такие навыки, если бы ты не подговорила меня на это дело. Арзыл кихикнула, тонко выражая ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Пара вновь собралась в другой части тронного зала, подальше от того места, где они подошли к темным эльфам. Какой смысл бы в том, чтобы я взял с собой меч или нет? Все равно все вышло не так, как ты предупреждала. Арзил, казалось, обрадовалась внезапной сменой теми. Чтобы проверить, есть ли у тебя зрение, я дала тебе ложный бинар, а потом заставила тебя доказать мне обратное. Ловкий манипулятор может обернуть любую ситуацию себе по пользу, независимо от того, как он к ней подходит. Дело было не в том, что ты взял с собой меч или нет, а в том, чтобы посмотреть, сможем ли ты использовать имеющиеся в твоем распоряжении навыки и инструменты для достижения желанного результата. Твой союз или его отсутствие с одной из фракций темных эльфов, с обеими или с одной, не имеет для меня никакого значения. Главное, чтобы ты выбрал решительно и со всеми вытекающими последствиями. Никогда не думай, что ты ограничен только теми возможностями, которые тебе представлены. Ты не обязан никому, кроме своих собственных интересов. Тот, кто говорит тебе обратное, стремится лишь ослабить тебя. И чего же ты хочешь от меня, леди Арзу? Зубы Арзу сверкали, когда она вела их на банкет, взявшись за руки. То же, что и ты, средство освободиться от всего, что меня сколывает. Ровен заметил группу гномов хаоса. Ну, пошли с гномами поговорим. Я строитель, а не боец. Группа гномов, знаете, сидели вместе, окруженная небольшим фалангом. Телажом вооруженных охранников и разговаривала. Точнее, кричала сквозь шум. Ты чувствуешь это дерьмо, Димальд? Гном положил руку на стол и пошевелил его. Ножки стола заходили взад-вперед, а остальные гномы издали резкое ворчание. Что за полуразрушенная конструкция? Мы проделали путь сотню лег, чтобы оказаться здесь и сидеть на прославленном пне? Говорят, что фейские постройки построены прямо из леса. Естественным образом, или что-то в этом роде. Ведущий дипломант хлопнул хулаком по столу, отчего зазвенело столовое серебро. Фей, можно подумать, что песенная лесная нимфа лучше умеет строить из дерева. Я предпочел скамейку из камня в нашей самой глубокой черной шахте, чем эта, вот эта вот. Как будто сидишь с адницей в наждаке. А где в великой горящей бороде хоросы эльвенки? А, да, Кази. Я все гадала, появитесь ли вы. Гномы прислали эмиссаров, я не ожидал увидеть здесь кого-либо из них. Не совсем гномы, только их отбросы. Казиев не видели в этих краях уже век или больше. Все, что осталось, это безродные дворняги с синей кожей. Ты говоришь презрительно. Тише, дорогой, и скажи, что не так. Без подсказки Арзыл подошла к так называемому деревянному столу и положила руку на столешницу, рядом с кончиками пальцев гномов. Он бросил на нее презрительный взгляд. Что ж такое, ты развлекаешься? Пришла наконец принести мне мой напиток? Увы, если бы я хозяйка этого скромного собрания, леди Арзыл из полуночного двора. Словно внезапный ветер подхватил гнома. Он сел прямее, глаза его усмягчились, а губы изогнулись в искусной нейтральной улыбке, расплывшейся по всей бороде. Аркедон Аркедон Варлвон из Вартронга Синей Бороды Племянник короля Малека Третьего, еб, повелитель Арбугуар Облачного Шпиля. Арзыл низко склонен на голову, держа руку далеко за спиной, подражая гномим традициям приветствия. Член королевской семьи, ты почти на своим присутствием Аркедона. Мы разду... разуме... раздуются твои... да раздуются твои сокровищницы и долопнут твои пояса от пива в твоем животе. Ну да, хорошо сказано, Мирядя, вы так любезно встретитесь с нами лично. Простите за гробость, мне просто не терпится попробовать вашего знаменитого вина, Фей. Конечно, я сейчас же принесу вам полный бочонок. Сияние в глазах Арзылы померкну, а губы скривились в разочарованный гримассе. Но, лорд Аркедон, что я слышала, так это... что вам не нравится стол? Аркедон, ничуть не смутившись, поспешил исправить свою прежнюю прямоту. Нет-нет, я просто сболтнул лишнюю. Мы дворцы становимся угрюбыми, когда не наедаемся. А Бладмин печально известен тем, что оставляет живот человека бурчать. Умная тактика ведения переговоров вы не находите. Я, конечно, исправлю ситуацию, сэр, если только вы скажете мне, как. Может быть, из кладовки можно принести массивный каменный стол? Возможно, мне... мои родственники... Моим родственникам потребуется некоторое время, чтобы сдвинуть его с места, но... Можем камень со двора принести, булыжник. Аркедон великодушно протянул руку, взяв мягкие пальцы, а ордил свою мозолистую хватку. Он нежно погладил ее, и рубины сверкнули в перстнях на его пальцах. А в этом нет необходимости, девушка. Это гораздо больше, чем я ожидал от вас. А ваше общество и добрых слов более чем достаточно, стол более чем хорош. Если вы уверены... Уверен, как камень под ногами. Вы гостеприимная хозяйка. Я благодарю вас. Я так понимаю, что мы можем договориться об этом позже вместе. Конечно, конечно. Улыбаясь своей самой милой улыбкой, за которую следовала череда комплиментов от ухмыляющего Аркедона, Арзыл медленно направилась обратно к Роуэну. Видишь, обидчивый коротышка. Не ожидал, что у тебя, как никого другого, будет раздражать дипломатическая двуличность. Арзыл покачала головой, как бы огорченная поспешным выводом Роуэну. Дорогой мой, у тебя нет такта. Ты принимаешь меня за яркую лицемерку. Ярую. Дело не в том, что они двуличны, а в том, что у них это плохо получается. Не каждый апельсин можно очистить от кожуры с улыбками и благодарностями. Я бы предпочла, чтобы такой человек, как Аркедон, оскорбил меня в лицо, а потом использовал мой скандал в своих интересах. Прибегать к одной и той же старой лесте снова и снова – это некрасиво. Хуже того, непредсказуемо. Тебе нужен союзник, вокруг которого можно наворочить круги. Тогда дом его... Дой его, как корову, но он рассчитывает на твою доверчивость, и его обещание не будет соответствовать действительности. Ты сделала это намеренно, не так ли? Если гномы и ценят, то только три вещи – мастерство, еду и алкоголь. А ты отказалась им во всех трех одновременно. Это не может быть случайностью. А Аркедон торжествующе ухмыльнулась. А зачем мне это нужно? А чтобы обмануть их, только наблюдать за их реакцией, чтобы воспользоваться их раздражением. В смысле раздражением? А где вариант ответа, чтобы быть гостеприимным? А чтобы наблюдать за их реакцией, чтобы воспользоваться их раздражением? Ну, второе, наверное. Почему? Я уже знаю, какой будет их реакция. Подумай сам. В твой зал входит группа грюмых гномов. Ты отказываешься им в еде, в питье на праздники, даришь им шатающий стол. Ожидаете ли ты, что будут они веселы? Арзыл ухмыльнула жестом, указывая на все еще ворчащую гномью компанию. Итак, Роман, вопрос к тебе. Какой мой следующий ход? Что ты имеешь в виду? Я только что разработала сценарий встречи с группой иностранных дипломатов, потенциальных союзников или врагов, твоих будущих интересов. Аркедон пользуется авторитетом своего дяди, самого короля Малека Третьего. И я оставила его голодным, жаждущим и раздраженным своим жильем. Что же делать? Проследить, чтобы он получил все, что пожелаешь? Или ничему ему не давать? Что-то среднее. Принести ему все, чтобы быть хорошей хозяйкой. Ничего не приносить, а оставить его в ярости. Принести ему только часть того, чтобы быть хорошей хозяйкой. Принести ему все. Арзел издал тихий звук разочарования. Нет, 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 мой милый, ты слишком добрый. О чем говорит такой поступок? Что мы внимательны к его потребностям. Или что ты отчаянно пытаешься угодить? Кидаясь служить ему руками и ногами после одной единственной жалобы, ты придашь силу его словам и его требованиям. Аркедон расценит его как признак слабости, так что он твой главный приоритет. И поэтому будет торговаться еще усерднее. Итак, что ты принесешь ему первым? Ну, стол, наверное. Арзел не стал с ним церемониться. Слишком долго устанавливать, и это слишком мало, благо за то, что приходится ждать. Он будет вдвое угрюмее, когда он наконец появится. Это будет слабым утешением. Пьяный гораздо более снисходительный к жизненным неудобствам и в два раза чаще забывает о своих просьбах. Итак, что дальше? Что ты принесешь? Ты принесешь ему вино. Ты не торопись. Жди, пока он как следует опьянеет. Чтобы ты смог принести ему дальше. Жди, затягиваешь, ожидаешь. Ну, блин, закуску не надо ему приносить. Он закушает, протрезвелет. Надо новый стол начать внести. Арзел покричала головой. Подумайте о логистике, о практичности. Новый стол принесенный в разгар бушующего банкета. К тому времени, как он появится, мы уже будем есть третье блюдо. И он почти наверняка вызовет шум, когда мы будем пытаться передвигать его среди толпы. Носущие потребности всегда победят временный дискомфорт. Как бы громко человек не ворчал. Итак, последний вопрос. Ты напоил его, накормил? Принесешь ли ты ему вообще новый стол? Да нет, наверное. Мух, так хорошо уже. Арзел хлопнула в ладоши. Да, ты понял. Вином и едой ты уже щедро одарил его. Зайди. Так далеко ради него это неявная капитуляция, которой он воспользуется. Давая ему понемногу, но не все, что он хочет. Ты оставляешь его в ослабленном положении. Он знает, что ты тянешь его, но не слишком сильно. Он может выдвигать требования, но не более того. Контролируя такую простую вещь, как обеденный стол, ты установил динамику, в соответствии с которой мы будем вести переговоры об империи. Мы закончили или обсудим еще и столовые приборы? Арзел распиялась над его раздраженным выражением лица. Дорогой мой, я-то думала, что развлекаю тебя подобными выходками. Не волнуйся, я уже разобралась с тонкостями обеденных планов нашего добровольного, доброго гнома. Тогда вперед к новым горизонтам. Я должен познакомить тебя с членами двора. О, блин! Как же это долго! Но надо добить сегодня. Хватит присоединение, давай покончим. Давай! О, чудесно! Какое это будет удовольствие! Когда лучше узнавать своих близнецов? Любопытный выбор слов. Арзел, казалось бы, был озадачен, но его внезапно молчали его истину. Как же много диалога сегодня! Пожалуйста, Роун, я не собираюсь судить о поведении или отсутствии таковых других людей и с их подчиненными за закрытыми дверями. Найди себе развлечение по душе, лишь бы эти развлечения не мешали бы выполнять свои обязанности. Я не понимаю, о чем ты. Улыбка Арзел растянулась настолько, что показалось десным. Конечно, нет. Так, давайте знакомить ее со всем и с каждым, блин. Ой, это затянется еще на час, как минимум. Роун заметил группу гоблинов. Ну, давай. Роун подошел к группе гоблинов, которые заняли место неподалеку от центра сборища. Большинство гоблинов обходили их стороной, но некоторые болтали с другими на периферии. Ну, еночка, бокал вина в руке и самый красивый жених в замке приходит навести мне визит. Роун смирил ее взглядом. Каламин, надеюсь, тебе нравится. Конечно. На таком сборище всегда можно заработать монету. Не так часто мои сородичи участвуют в праздничествах, способных пригласить нас. Вообще-то это была я, моя дорогая. Леди Арзыл, к вашим услугам. Каламин бросила холодный взгляд на протянутую руку Арзыл после минутного колебания, а она взяла ее. Когда Роуэн рассказал мне о неценимых услугах, которые ваш клан оказывает близнецам через Лилины, я просто обязана была пригласить всех вас. Хм, представь себе, я много лет слышу, как я хитрая как Фейн, а теперь мне выпала честь быть приглашенной на один из их вечеринок. Это честь для меня, моя дорогая. Думаю, что мы могли бы вместе совершить великие дела. Конечно, конечно. В наши дни так много золота. Должна признаться, это редкий опыт разговаривать с человеком, к которому я не имею ни малейшего представления, что он может захотеть у меня купить. Арзыл улыбнулась, как бы польщенная этим заявлением. О, мой умный друг, ты, конечно, знаешь, что за аппетиты Фейн гораздо шире, чем несколько блестящих вещиц. То, что щекочет мою фантазию, нельзя купить за золотом. Кламин не выглядела испуганная этим «Как же нос чешется, я не смогу это терпеть!» Этим многозначительным заявлением, но сохраняло нейтральное выражение лица. Она долго и осторожно затягивала своей трубкой. «Я не пойму, у меня микрофон далеко от лица, почему нос чешется?» «Хм, верно, что ж, приятно было познакомиться, мы встретимся позже, Роун, да?» «Я с нетерпением жду этого». Кламин коротко улыбнулась и отвернулась от Фе, а они пошли дальше, и Арзыл все время смеялась. «Боже мой, я ей совсем не нравлюсь, да?» «А, она тебе не доверяет, да, и ты слишком большая, рост вам для нее, она не любит высоких». «Конечно, не доверяет, чего бы это, Кулик не доверяет ничему, кроме своей интуиции. Восхитительная черта для умной добычи, которая не хочет быть съеденной». «А, я должен познакомить, ну давай дальше, кто тут остался?» «Возле Танпола можно было заметить яркую, иностранную, так, давай». Индара стояла возле пустой танцевальной площадки, явно привлеченная музыкой. Она напевала в такт развратной мелодии, которую играли Министрелли на помосте. Роун подошел к ней, и она улыбнулась ему. «О, Роун, приятно встретить тебя здесь». «Здравствуйте, Индара». «Ай, блин, это же Индара». «Говорят, мы бяки». «Хотя, нет, она не бяки-буки, она...» «А...» «Сори». «Я только сейчас увидел у нее разрез на платье». «А здравствуй, Индара, что привело тебя, Владнын?» «Близнецы просили помочь им обустроить тронный зал по своим вкусу, придать ему праздничную атмосферу. Ты видел, какие люди у них работают над этим, Фэй?» «Чертовски красивая работа, убила бы, если бы увидела их в декорации». «Что ж, ты можешь сказать и об этом сама». «Позвольте представить вам леди Арзил из Фэй». «О, так это бармен. Здравствуйте, здравствуйте, леди Ордспайт. Так много рассказывала мне о вас». Арзил подошла к ней с энергичной готовностью, взяла ее за руки в свои крепкие и пожелая их. «Очень рада познакомиться с вами лично, Индара. Чудо, радость». Индара бросила неуверенный взгляд в сторону Роуна, а тот беспомощно пожал плечами. «Ну, здравствуйте, приятно познакомиться». «И с вами, моя дорогая, вы так же потрясающе выглядите, как и я в своих рассказах». «Должна сказать, что вы умница, используя близнецов так, как вы это делаете, отсекая конкурентов и одновременно обеспечивая постоянное финансирование». «Как умно». «Я что, вы что, издеваетесь над мной?» «Ни в коем случае, даже не думай, без таких смелых авантюрных женщин, как вы, мы не найдем». Ее ухмылка стала еще шире, а глаза заблестели от удовольствия. «Таких женщин, как я». Лицо Индары побледнело. Она смотрела на Роуна, заметно напрягшись, а отпрянула от Арзыл. «Мне нужно идти». Да и напугала. Она вырвалась из рук Арзыл и пошла прочь. Шаги ее остановили все быстрее, чем дальше она от них удалялась. Арзыл смотрела на ее уход почти тоскливым выражением лица. А Роуна бросил на нее взгляд. «А что это было, Арзыл?» Она тихонько вздохнула. «О, ничего, просто немного безнадежной тоски. Мы всегда больше всего желаем запретных плодов, не так ли?» «Я так люблю девушек из хвоста драконов. Всегда такая вздорная». «Она вне конкуренции». «Конечно, это так. Ты что, принимаешь меня за слюнявого обжора?» «Тем не менее, она очень красивая. Я очень надеюсь, что ты наслаждаешься ею в полной мере». «Нет, тут нет такой функции. Я пробовал». «Это с ней, вот с Индарой, нету диалогов. И вообще нет никаких ни ивентов, ни действий, ни квестов. Но можно Алексию к ней засунуть, работать. И тогда там откроются какие-то диалоги. Сценки там более-менее можно узнать Индару поближе». «Так-то, позавраться здесь на гноме ворчанием. О чем он с ними, гномами, сидит?» Мрачный гном Скордред стоял, как статуя, застыв посреди собравшихся. Он не пытался ни с кем заговорить. Его глаза-бусинки смещались то в одну, то в другую сторону, оглядывая собравшихся. «Я строитель, а не боец. Я строитель, а не мкека. Я строитель. Насмешка, вот что такое проклятая насмешка!» Скордред, у тебя есть минутка? Гном посмотрел на ровно, из-под капюшона, страдальчески нахмурившись. «Почти тысячу лет стоит этот замок. Тролльный зал достойных аватара хаоса. Здесь проводятся кровавые банкеты, оргии и ритуалы, посвященные к хоросу. Но оргии мы еще не проводили, надо будет провести, да. А короли преклоняли к холене у него ног. Решицы саланси молили здесь, как на алтаре. Зависть всего мира, место, где можно править миром. И вот теперь это собрание, то, что осталось от всего этого, Карнас плакал бы, глядя на то, что мы опустились. Но из скромного начала могут подняться великие дела, добрый господин. Кто это такие? Скардред, это леди Арзы из племени Фэй. Возможно, ты не знаешь меня, мой дорогой человек, но я помню этот замок так, как его величала слава, так и в его самом жалком разрушены. Почему всех зовут человеке? Они не человеке, они гномы, они эльфы. Время может изнашивать это место, но оно всегда возвращается, и ты могучая часть этого возвращения. Гном долго смотрел на нее, и его челюсть двигалась в воздухе. Что может знать весной духа о таких вещах? Я видела армию темных властелинов на марше, я видела их черные знамена, развивавшись на ветру, их несметное количество. Мы все должны сыграть свою роль в возвращении тех прекрасных дней, и каждый наш выбор, и каждый собранный союзник, это шаг в этом направлении. Великие марши, у нас 30 орков всего. 30 орков, 5 сукубов и 3 дридера. Великая армия. Успокойтесь, добрый сыр. Хоть мы и пестрый отряд, но мы семьи новой армии повелителя демонов. Я благодарю вас, миледи. Я очень рада. Тост за проигранные битвы и войны, которые еще предстоит выиграть. Тост за проигранные войны, которые еще предстоит выиграть. Может, просто за войны. Гном взял со стола флягу с золотистым эллием, поднял ее и залпом выпил. Арзыл незаметно увела Роуна следом. Что это было? Некоторые мужчины носят свою преданность на рукаве. Если ты проявляешь должное почтение, ты всегда можешь их коптировать. Коптировать? Закоптить. Тот маленький архитектор принеси ему хоть малейшее утешение, и он пойдет за тобой, хоть на край земли. Нет лучшего слуги, чем сломленный пес, скучающий по хозяину. Арзыл очень умная. Она очень хитрая и очень умная. Арзыл указает на одинокого Минотавра в дальнем углу. Давай, познакомим с Грейхардом. Арован обнаружил Грейхарда, застывшего в далеком конце зала со скрещенными руками, наблюдавшего за весельем в тихом месте за колоннами. Никто даже придворные Фэ не приближались к его громадной фигуре. Что-то мне тоже захотелось поучаствовать в каких-то прямо-таки шикарных банкетах, где я бы сидел в каком-нибудь темном углу и чисто за всеми наблюдал. Подойдя к Ровну, Минотавр бросил взгляд на роскошный пиршественный стол, на котором были разбросаны куча еды и напитков. Выражение лица быка при появлении Рована поднялось, но быстро стало настороженным, когда он увидел того, кто был втянут в его руку. Грейхард, нелегкий день в кузнице. «Привет, Ровы. Работа есть работа. Я не могу жаловаться». «Извини, если вся эта суматуха тебя побеспокоила». Грейхард пожал плечами. «Я ничего не слышал, пока не поднялся сюда. Но спасибо тебе». «Кто это?» Арзил сияла, протягивая ему руку и обращаясь к нему, как к дорогому поклоннику. «Леди Арзил Фейпл Ночного Двора? Боже мой, какой же ты высокий!» «Ла фыбты!» Я пытался это, короткое это, придумать ей. Грейхард бросил неуверенный взгляд в сторону Рована. Рован пожал плечами. «Хм, нормально для Минотавра». «Ха-ха, и чувство юмора такое же. Сухой как кость. Мой любимый вид». «Я так понимаю, вы и есть тот самый легендарный кузнец из Бладмина, о котором мне все рассказывали?» «Я кузнец, да». «Не многословен, как я понимаю». «Нет». «Хорошо, лучше, чтобы ваша работа говорила сама за себя. Рован наблюдал, как на губах Грейхарда появлялся намек на улыбку. Да». «Что ж, тогда я не буду вас задерживать. Я знаю, что эта вечеринка может показаться слишком большой, но я надеюсь, что вы найдете время, чтобы развлечься, Грейхард. Кто знает, может быть, я навещу вас в надежде привезти из вашей кузницы кинжал тонкой работы». «В моем роду любят искусных мастеров?» Грейхард хмыкнул, издав почти полусмешок. «Может быть, посмотрим. Рад был видеть тебя, Рован, леди Арзыл. Но на самом деле он ничего такого искусного не делал, он только железо кует. Повинуясь ее примеру, Рован повел Арзыл вперед к следующему поклоннику. Она наклонила голову назад, в сторону невозмутимого кузнеца. «А вот это уже личность?» «А я-то думал, что ты примешь его за язык Кастова?» «Кого его?» «Для Минотавра он достаточно разговорчив, не все расы наделены даром болтливости. Фей в том числе соблазнительно ворковала Арзыл, провозя рукой по плечу Рована. Признаю некоторые талантливые других. Есть не один способ охоты на добычу, а я предпочитаю делать это с помощью языка». «Так кто я, добыча или товарищ по охоте?» «И то, и другое. В этом и заключается вся прелесть». «Не каждый охотник признает свою добычу». «Так, здесь мы все смотрели. Хватит представления, пора заканчивать. Да, сидим уже долго. О, Ровен, ты уже устал от моего общения?» «И от общества от твоего устал, и от общения. Я не из тех, кто привык давать банкеты. Когда-то я не была такой, но мы никто иный, как порождение своей среды. Вообще, по сути, мы сейчас эти все диалоги закроем, и нам останется просто бродить по миру, и с гоблинами пройти большой квест, и все. А, еще же большой квест будет в этом, там тоже много диалогов в королевстве в самом, и финал. Если уж на то пошло, ты гораздо более искусный придворный, чем кажется на первый взгляд. Хотя, я считаю, что уже пора начинать пораздновать. «Что ты имеешь в виду? Все уже оперуют?» Арзел весело фыркнула, а отмахнувшись от слов Роона, даже когда она мне сцепилась в его руку. «О, черт, это скучная прелюдия. Вряд ли это достойно банкета, Фэй. Мы предпочитаем, чтобы наше веселье было куда более запоминающимся. Смотри, музыканты вот-вот займут свои места». Музыканты, но барды уже… Верное своему слову, небольшая группа ее придворных проследовала к сцене, где музыканты играли забытую мелодию, предназначенную для легкого прослушивания во время Першества. Несколько слов, прозвучавших в их ушах, и они все как один поднялись со сцены, освобождая место для своих сменщиков. В глазах смертных министрели было странное мутное выражение. На слишком маленьком табурет сел худой Фэй с костлявыми руками и достал бледно-белый струнный инструмент диковинной изогнутой формы, почти как скрипка. Он положил на инструмент длинный указательный пальц и провел им по самой толстой струне. Это была прекрасная, длинная, заунывная нота, глубокая, как причитывая влюбленного при свете луны. Он держал звук в воздухе гораздо дольше, чем любой смертный инструмент, дрожа пальцами, как звук печальной тоски. Затем остальные Фэй сели на отведенные им места, каждый достал свой диковинный инструмент. Херувимоподобное существо. Кто такие Херувимо Херуми? А щетинистокожие играла на арфа серебристо-золотого цвета, а огромный грубый людоед с изящными чертами лица эльфа извлек, казалось, из ниоткуда большой толстопузый барабан. Так Фэй – это, получается, не какая-то определенная раса. Фэй – это разные расы, но почему-то они называют себя Фэй. То есть, вот она эльфийка Арзыл, а этот пес, он тоже Фэй, но он же… Короче, я Хер поймёт. Фэй – это духи и духи. А духи бывают разные, видимо. Зал затих от дивного звука. Скрипач задержал ноту ровно настолько, чтобы его спутники заняли свои места, а затем резко оборвал её взмахом пальцев. Последовала долгая секунда тишины, и Огрыш Фэй ударил свой барабан раз-два-три раза, и ритм был заданным. Затем начался настоящая музыка. Замахнув пальцами, скрипач заиграл на бойкой трубе. За ним последовали остальные. Толпа зашумела, а от восторга некоторые встали со своих мест, чтобы покачаться в такт. Роуэн и сам стал притоптывать в такт, и только когда Арзыл наклонилась к его уху и прошептала, он решил остановиться. – Предупреждаю, мой милый, веселье Фэй особенно притягательное для смертных. Нередко человек оказывается потрясённым теми приятными ощущениями, которые оно вызывает. Будьте внимательны к тому, что ты трогаешь, пробуешь на вкус, слышишь или видишь, чтобы самим не оказаться с головой погружённым в театральное действие. От её слов по позвоночнику ровно пробежал холодок. Он повернулся, чтобы посмотреть на неё. – Что ты наделала, Арзыл? Фэй даже не соизволила посмотреть на него с укором. Она просто рассмеялась. – Я устроила банкет. И при том великолепный. Надеюсь, ты не пил золотое вино. – А теперь я должна ненадолго покинуть тебя. Приближаются близнецы, и я хочу, чтобы к их приезду всё было в полном порядке. – Почему? Во что ты играешь? – Не волнуйтесь, моя прелесть. Я абсолютно уверена, что тебе понравится такое развитие событий. Ещё раз убеждаемся, что ничего нельзя трогать, слушать, нюхать в этом замке Бладмина. И вот так она исчезла, растворилась в толпе, когда основная масса зала переключилась на музыкантов и их гипотическую музыку. Роуэн почувствовал, что его несёт волна тела, все толкались, стараясь оказаться впереди, чтобы лучше услышать звук. Те, кто находился впереди, стонали от восторга, прижимая руки к ушам, словно вздрагивая от прикосновения влюблённых. Дальше сзади посетители начали безудержно пиковать. Они прыгали, крутились и подпрыгивали в такт. Роуэн долго наблюдал за происходящим завороженный, пока не заметил кого-то на танцполе. Она двигалась, как вода среди веселяющих людей, танцуя, раскачиваясь и кружась в прекрасной грации. Лишь мельком взглянув на её тело, Роуэн понял, что что-то не так. Её тело двигалось в идеальном ритме, но выражение лица было страдальческим. Она не могла прекратить танцевать, никто из присутствующих на танцполе не мог остановиться. Настроение в тронном зале изменилось. Исчезла стёпаная вежливая пышность придворного банкета, сменившейся какой-то пульсирующей энергией, уникальной энергией, безумной энергией. Все двигались, сходились, собирались вместе, затем распадались на новые группы. Толпы дворян, стражников и слуг перемещались то в одну, то в другую сторону, двигались в такт музыки. В зале царило состояние нагнетаемой истерии. Роуэн был втянут в толпу, двигался, как одинокая рыба, наперекор всем, и его захлёстывала волна смещающихся людей. В зале началась неистовая вакханалия. Зал погрузился в гедонистическую восторг. Все носились туда-сюда, торопясь от одного развлечения к другому. Роуэн оказался перед массивным столом с явствами, где гости наперебой поглощали найденную еду. Такое ощущение, унесённый демоном. Главным среди них был Грехард, который захватил салатный бар и не выпускал, не подпускал к нему никого. Он набивал себе морду и с диким остервенянием пожирал каждый листик зелени или другой овощ в поле зрения, причём гораздо быстрее, чем успевал проживать. Ухмыляющийся повари-кафе с пузом и бараньими рогами кормила его через весь стол целыми кочанами-капустами, позволяя слизывать сок с когтистых пальцев, когда она нарезала спелые помидоры и запихивала их в его зевающий рот. Грехард изал диски хрип в задней части горла, а затем продолжил жевать. Он приостановился в своих обжорствах только для того, чтобы схватить бочонок с вином и поднести его оптом к своим пухлым щекам. Он пил, пил и пил. Роуан ещё дважды пытался привлечь его внимание, но бык даже не взглянул на него. Голос уже всё. Толпа растащила его, прежде чем он успел пробиться сквозь неё, унося вперёд к новым и ужасным чудесам. Одинокий фейс, широко раскрытыми глазами и без губы улыбкой, сложил руки вместе, беседуя с пьяными лордами-предателями Розари. Они покачивались на месте, расплюскивая золотое вино из своих кубков. Но меня смущают ваши смертные понятия о благородстве. Вы все служите из Эрида. Но кто её чемпион? Все они вздрогнули, как будто эта мысль никогда не приходила им в голову. Один пьяный парень проболмортал и ответил первым. Я самый ярый чемпион её превосходства. Ты чемпион из Эры? Ты тупой болван! И все им, кстати, был. Арчибальд, но я никогда не понимал глубины твоего заблуждения. Кстати, Арчибальд, мы уже слышали это имя. Я, очевидно, самый квалифицированный лорд, живущий, чтобы служить её превосходительностью из Эры. Ты даже не грязь, ты даже не грязь под её ногами. Не желаешь испытать свой клинок, господин? Я сказал, я чемпион из Эры. Вытащи её имя из своего лживого рта, господин, или я заберу его у тебя. Вы все не стоите и грязи под ногами, мои госпожи, вы, полурождённые дворяне. Как вы смеете, сэр, как вы смеете, сэр, как вы смеете, сэр. Ровен с изумлением наблюдал, как небольшая группа рыцарей Розария превратилась в груду извивающихся тел. В ход пошли кулаки и проклятия. Они дрались ради того, чтобы не спорить. Вскоре вся площадь была расчищена. Дюжина рыцарей и лордов пинали, кусали и душили друг друга в безумной попытке добиться ничьей благосклонности. И среди всех них стоял Герц Крейв с окровавленным носом, защищая свою любимую Изеру. Фей, чей невинный вопрос положил начало всему этому безумию, весело смеялся над результатом. Ровен не смог долго оставаться на месте. Толпа, словно ураган, понесла его дальше к подножию трона, где был создан широкий круг для другого порока. Азартных игр. Карты, кости, монеты и залоги были разбросаны по земле почти бессистемно. Одновременно шло около десяти игр. Крики, выдохи смешивались с тонами поражения, создавая скупой хор. Сбережения жизни переходили из рук в руки. Мужчины и женщины ставили на ком все, что у них было. Все под рукой, драгоценность, одежда, чины, звания, супругов. И здесь, в самом центре действия, вершила суд Кламин. Полдюжины мужчин и хихихающих фейс с крыльями мотылька и четырьмя руками, похожими на руки бесселесных существ, сидели по кругам и играли в карты, фишками появлявшихся, казалось, из ниоткуда. Множество обеспокоенных членов ее семьи наблюдали за тем, как Кламин хитро ухмылялась, выстраивая все свои фишки на первый план. Но у нее много семьянинов, поэтому есть что проигрывать. Карты упали, и Кламин издала победный крик. Вся ее семья начала аплодировать, в то время как подавленный фейс смотрел на свою проигравшую руку. Он вздохнул, щелкнул пальцами, и полдюжины порхающих мотыльков спустились со столиков несколько мешков с увесистым золотом. Гоблины с жадностью уставились на щедрое богатство, их глаза блестели от вида штабеля за штабелем золотых слитков, которых хватило бы на целое королевство. Кламин велела им отнести выигрыш обратно в караван. Семья поспешила повиноваться матриарху. «Я надеюсь, ты мне немножко отзыпишь?» Но они не могли сдвинуться свои мешки с места, они были прикованы к земле. Несколько безуспешных попыток перетащить их привели к тому, что семья собралась вокруг одного из них, как муравьиный рой. «Ровен с ужасом наблюдал за тем, как они дергают эту штуку, используя друг друга в качестве рычага. Одни тянули, другие толкали, третьи выкрикивали указания. Все было бесполезно, но они не прекращали попыток, даже когда стало ясно, что все, что они делают, это выставляют себя на посмешище». «Фей — это злые духи, я понял, им лишь бы поиздеваться». Вскоре толпа снова втянула ровно в людскую реку, его понесли по течению, пока ему не удалось снова выбраться, на этот раз возле банкетных столов. Здесь придворные Фея собирались группами, потягивая вино из бокалов и посмеиваясь над смертными, кортившихся в экстазе на земле под ними. «Я, я не могу в это поверить! Лорд Карнас, неужели это вы?» Бледная Фея со звездным светом в волосах рассмеивалась над ошарашенным видом Скардреда. Она отпила из своего бокала вина, и Скардред механически повторила ее действия, сделав глубокий глоток золотистого субстанции в своем кубке. Его глаза еще больше остекленели. «Да, дитя мое, это я, повелитель демонов Карнас!» Вернулся, чтобы занять свое законное место правителя замка Бладамин. Фея величественно раскинула руки и закружилась по кругу. Придворные Фея, собравшиеся вокруг Скардреда, смеялись над его удивленным видом. «Я...» Скардред опустился на одно колено, склонив голову так низко, что она стукнулась о землю в его поспешном унижении. «Прошу прощения, милорд, вы меня не помните, я служил вам в первой войне. Я Скардред, ваш покорный слуга, я служил главным архитектором твоих последников, но теперь ты вернулся!» Фея театрально приложила палец к подбородку, как бы обдумывая имя. «Скардред?» «Да, повелитель!» Глаза Джо Слин загорелись, как будто она узнала имя старого друга. «А да, Скардред, как я мог забыть своего самого преданного подчиненного?» Скардред поднял голову, и его глаза напомнились каким-то потрясенным удивлением. «Вы... вы помните меня?» Фея положила руку ему на плечо, а Скардред вздрогнул. «Конечно... конечно, мой любимый слуга. Как я могла забыть о тебе? Ты... мой верный королевский... подножка!» Глаза Скардреда на мгновение затуманились в замешательстве, но Фея имитировала, что делает глоток из своего бокала с вином. Скардред сделал то же самое, а затем снова расслабился. «Простите меня, лорд Карнас, но это действительно вы!» «Да, слуга, это я во плоти. Разве ты не видишь мои могучие крылья и суровые рога?» Джоспин гогоча хлопала руками наполовину, подражая птице. Скардред издал изумленный вздох, уставившись вверх на какой-то невидимый громадный вздмах крыльев. «А теперь будь добр, на колени, мне нужно немного отдохнуть». «Конечно, милорд!» Скардред поспешил исполнить просьбу, клоняясь и поскребываясь. Придворные, окружавшие его, засмеялись, когда Джосли уселась на деревянную скамью, а затем подперла ногами сгорбленного гнома. Скардред напротив выглядел блаженным, почти дезориентированным от ликования. На его лице красовалась самая большая улыбка, которую Роун когда-либо видел. Каждому свое. Толпа, словно хищный зверь, снова проглотила его целиком. Ему казалось, что он тонет в море тел, поглощенных безумием музыки. В тот момент, когда Роун почувствовал, что его снова затягивает под себя толпа, сильная рука схватила его за запястье и выдернула из толпы. «Ах, Роун, вот ты где! В здравом имей теле ты не перестаешь удивлять!» «Арзыл! Это безумие должно прекратиться!» Арзыл рассмеялась и потянула Роуна за собой, как будто толпы не было. Она двигалась с ясной целью, но куда? Роун не знал. «Безумие! Дорогой мой, разве я не предупреждала тебя о том, что произойдет? Это же банкет Фэй, в конце концов!» «Гости сошли с ума! Ах, боюсь, я должна тебя поправить! Гости вполне вменяемы! Мы просто решили повеселиться, оживить обстановку, видишь ли! Очарование скоро пройдет, забавно наблюдать, как легко они становятся жертвами подобных развлечений!» «Ты их всех околдовала! О чем ты думаешь? Близнецы будут в ярости!» Арзыл рассмеялась, притянув Роуна поближе к себе и протискивая сквозь толпу. «Кто милая Зера? Она обожает эти игры и полеты фантазии!» «Смею предположить, что мы вполне сможем стать глотком свежего воздуха в этом унылом месте. Со временем эти бесконечные списки армии, расходы и военные советуют. Иногда лучшим представлением от скуки является небольшое безобидное развлечение». Это не безобидное, да в принципе, ничего никто не пострадал. Глаза Арзыл светились весельем, когда она потянула его за собой к музыкантам. Хотя, может, там эльфы уже перерезали друг друга. «Разве не так? Завтра все они проснутся целыми и невредимыми, ничуть не пострадавшими, возможно, с похмельем, а то и с двух. Никто не будет вспоминать о случившемся. А теперь, пожалуйста, присоединись ко мне для последнего танца перед приходом леницов. Не волнуйся и обещаю, что, увы, ты будешь в безопасности». Поскольку толпа перекрыла все выходы ровно, а ставилась выбора, как выйти на танцальную площадку, наблюдая, как Арзыл ведет его к месту, к самому центру. Это была придворная кадриль. Придворные феи выстроились в ряд с желаемыми партнерами. Послы, придворные, даже ошеломленные слуги присоединились к ним. Музыка была ритмичной, а танец резким и точным, но все танцующие следовали ему до мелочей. Зал превратился в единое целое, в единую хореографию. И в центре ее танцевал ровный Арзыл. Она пристально смотрела на него, ни разу не опустив взгляд, ведя их в плавном пируэте по полу. Это случай мне, а отсылка на Мастера и Маргариту. Я просто сразу сцена из Мастера и Маргариты почему-то перед глазами. Я думаю, что мы многое выиграли от взаимопаттнерства Роуэн. Я видела, что творится при этом дворе, как общаются с тобой близнецы. Какое время ты несешь, как их хранители. Ну, если сравнивать тебя с близнецами, то ты довольно приятный, чем они. Я сама давно мечтаю о равном среди смертных, о таком, как ты, о твоем умении и таланте. Ты даже не знаешь, кто я и на что я способен. Арзыл усмехнулась, показав свои слишком идеальные белые зубы. Разве нет? Я знаю о твоем прошлом. Я навела справки. Немного найдется тех, кто носит столько титулов, как ты. Крестьяне, нахотник, разбойник, солдат, генерал, герой, предатель, отступник, разбойник, убийца, одновременно истребитель и синешаль демонов. Ты носил почти столько же прозвищ, сколько и я. Особенно, если считать, сколько лет между нами. К чему ты клонишь, Арзыл? У тебя огромный, нераскрытый потенциал. И я говорю не только с твоем мастерстве владения клинком или островом твоего языка. Роун пустился в пляс вместе с ней, окидывая взглядом собравшихся на ужин гостей. Так вот, как со мной будут обращаться в конце концов, неужели это будет мой последний титул, раб? Зубастая улыбка Арзыл была безупречной и перламутровой. Моя прелесть, разве я не была с тобой, а откровенно с самого начала нашего знакомства? Недостаточно просто играть в игру, важно также распознавать фигуры на доске. Эти прихлебатели, эти слюнявые сихофанты, они наши и мы можем двигаться и к жертвам, или по своему усмотрению во имя наших великих целей. Но ты, Роун, ты равный, возможно, потенциальный противник, но я предпочла бы сделать тебя своим другом. До тех пор, пока ты не сможешь узурпировать меня. Это не переворот, мне не нужны атрибуты смертной власти, как и близнецам в целом. Ты более разумный человек, с которым можно работать. Тогда чего же ты хочешь? Прекращение использования лилингов? Она покачала головой, издав презрительный смешок. Упаси, эту проблему я могу решить за две недели, но о чем я прошу для тебя будет просто детской забавой. И что же? Конечно же, средство для поддержания уровня жизни моего двора. Считай, это десятиный. Десятина от чего? Просто десятина? Мы же встречались с десятиной в этой игре. Да, глаза развлечунули, как две умирающие следы. Она имеет совсем другое в виду, имбецил. Тело. Тело! Пожалуйста, не прикидывайся дурачком, Роуэн. Не тогда, когда я так болезненно, а откровенно с тобой. Ты, должно быть, уже догадался, или, по крайней мере, был проинформирован этим дураком, Уайтскаром, о средствах, с помощью которых полуночный двор правит вечно. Души. Переходящая вещь, заключенная только в сущности тела, которая их носит. Каждая жизнь должна закончиться. Но не каждая душа должна уходить вместе с ней. А, прости, я просто пошлякай другое имел в виду. Вот и все, что... Вот и все. Моя единственная цель сотня в год. Плюс-минус. Выбранные моими придворнями. Зачем вообще спрашивать? Почему бы не взять их самим? Потому что я связана правилами, которые нет у тебя. Правилами, которые я сегодня обхожу, исключительно благодаря моему отношению к этому двору. В мире назревают большие перемены, и тебе нужен надежный союзник. Ты не найдешь ни лучшего придворного, ни более уравновешенного советника. По сравнению с этим, моя цена сущие пустяки. Тем более, что я сомневаюсь в твоем предложении. Не стоит. Ты торгуешь за свои интересы, а я за вечность. Роуан открыл был рот, чтобы возражать, но замер, увидев, с кем танцуют рядом с ними. О, Алексия! Ее щеки были красными от напряжения, волосы слиплись от пота. В ее глазах было стекленевшее выражение, полубезумное ликование. Она смеялась и смеялась. Она не могла остановиться. Танец разгорелся с новой силой, бешеным вальс, в котором разные партнеры по танцу разлетались друг от друга, как кометы в небе. Кометы не разлетаются друг от друга, они летят по одной траектории. Роуан потерял ее из виду в толпе людей, но смог различить лишь образ рыжих волос, вспыхнувших в элдрическом свете. «Ты привела сюда мою жену?» Арзыл покачала головой, ее глаза осветились интересом. «Нет, если она пришла сюда, то прошла по своей воле». Роуан напряг брови, музыка становилась все громче. «Ты, я пошел к Алексию спасать? Держаться поближе к Арзыл или протесту сквозь толпу и спасти Алексию?» «Алексия!» Роуан стряхнул нащупывающие пальцы Арзыл и вырвался из ее хватки. Он прыгнул в толпу, толкаясь и пихаясь, не обращая внимания на то, что его действия вызывают ряд по плотном хореографическом паркете. Оттолкнув пару гогочих фе, Роуан увидел свою жену, танцующую в объятиях разрианского рыцаря, который выглядел не менее очарованным, и оттолкнул его в сторону, подхватил жену на руки. Она прильнула к нему, как глиня, обхватив руками его плечи и ошарошенно глядя на него. «Алексия!» «Алексия!» «С тобой все в порядке?» Ее брови сошлись в испуге, глаза завала кло тусклым туманным. «Роуан, где мы?» «Мне снился самый странный сон. Там были демоны, орки и замоки, и я...» Ее голос упал до тихого шепота, а брови нахмурились от беспокойства. «Кажется, я поцеловала мужчину. Почему я это сделал? И ты был там, но это было не так вот не то же самое. На тебе было ожерелье сапфиром, синим, как море, но оно душило тебя, как будто...» Ее глаза расширились, когда пальцы потянулись, чтобы нежно погладить ожерелье на шее Роуана. «Как вот это? Я все еще сплю?» «Алексия, мы должны вытащить тебя отсюда. Сейчас же!» Она покачала головой и рассмеялась с таким беззаботным тоном, какого он не слышал уже много лет. Она обхватила его руками и прижалась к нему с нежностью, глядя ему в глаза. «Еще нет, разве ты не слышишь песню?» Словно дожидаясь этого момента, Фэй на помосте Министрелли начала играть. Это была песня о радости, о теплых летних вечерах и ушедших друзьях, о ловле светлячков на берегу озера, о смехе, разносящейся по слухам. Роман попытался пошевелиться, а отстраниться, но ритм захватил его. «Алексия улыбнулась ему, и он улыбнулся в ответ, чувствуя в груди старый знакомый трепет, который так вдохновлял его когда-то давно». Песня такая чудесная и сладкая, как теплый сидр в зимнюю пору или прохладную ванну после долгого похода. Они месяцы и годы, дни, месяцы и годы в одно мгновение растаяли, и все стало ясно. Роман начал танцевать, уходя о прекрасный смертный в месте далеких. «Уходи, о прекрасный смертный, в места далекие». А эта песня поется. «Уходи, о прекрасный смертный, в места далекие, где бабочки пьют лютики и мечтатели весело бродят. Улетаю, прекрасный смертный, под звезды, присоединяйся к нашим ликованиям и отбровь свои шрамы. Нелифмичная песня. Твоя любовь возьмет тебя на руки. Чтобы танцевать, их улыбка будет мягкой и маленькой. Ты будешь кружиться вокруг трона королевы Фэй, как влюбленные на балу. Круг за кругом И снова круг за кругом Круг за кругом Пока голоса не поднимутся Ой, это до сих пор песня Пока голоса не поднимутся От радостного песня А уши не защекочут звуки Они будут оставаться рядом И следить за тобой глазами Пока не станешь ты наблюдать за ними И нося свое обличье Они предложат тебе А не, у тебя Алексей, кстати, убежал Они предложат тебе добрую ссылку Землю, такую мягкую и справедливую Где зима плачет замерзший снегом А летом поит воздух Так это рыб А год там целая жизнь Секунда на день И каждый миг, когда ты задерживаешься Делает все труднее не остаться Нифига непонятно Круг за кругом, снова круг за кругом Круг за кругом, снова кругом Пока все твои боги не обратятся в прах А короли не станут некоронованными Уходи, о прекрасный смертный Уходи, о прекрасный смертный Уходи, о прекрасный смертный Кружки и кружи Кружи и кружи Кружи и кружи Кружи и кружи Кружи и кружи Роу не мог остановиться, не мог перестать танцевать. Да и зачем? Летняя мелодия была так восхитительна, ритм так гипнотизировал. Где-то во время подъема Алексия выскользнула из его пальцев, смеясь в новой для нее манере. Она, как ни в чем не бывало, покинула танцпул. А он потерял ее из виду в толпе, собравшихся посмотреть на него. Он танцевал до тех пор, пока его легкие не сгорели, а рубашка не покрылась потом, пока мир вокруг не стал раскачиваться, как палуба корабля, а колени готовы были подкоситься под ним. Все же он танцевал. Кто-то поднес ему кубок со сверкающим золотым вином, и он выпил его, и вдруг песня звучала его внутри, побуждая танцевать еще и еще. Праздник закончился только тогда, когда галашатая орка встукнула посохом по земле, и музыка резко прекратилась. Роу он остановился вместе с ней, смущенный и немного разочарованный. О, приперлись! Эх, представляю вам император Адра за императрицу Язерю. Правители Бладмина Шестикоралев и всего мира за их пределами. Ну, пока еще нет вообще-то. Из зала раздались приглушенные возгласы, которые оказались заразительными, даже Роу он вежливо зааплодировал. Спасибо, спасибо. Какое зрелище, какой вечер. Все наши друзья и союзники собрались здесь, под одной крышей. Надеюсь, вы наслаждаетесь весельем, потому что сегодня вечером я должна сделать объявление, фактически, прокламацию. Брат, не окажешь ли ты мне эту честь? Роуен Блэквелл шаг вперед. Толпа расступилась, как волна, и Роу он вывел Ли вперед, чтобы он предстал перед близнецами. Все собравшиеся затихли и смотрели на него, даже Фэй стояли в тихом благоговении. На колени. Роу он не понимал, что происходит, но он не видел другого выхода. Он встал на колени. Од раз протянул руку, взявшись за ожерелье на его шее. В свете того, что ты оказал нам неоценимую услугу, мы решили освободить тебя от бремени этой безделушки. Что? Встань, Роу он, встань, как свободный человек, связанный только своей верностью. У Роу он задрожали колени, когда он встал, а зал разразился громкими аплодисментами. Это этого не может быть. Это глюки! Од раз поднял руки, и в зале снова воцарилась тишина. Мы должны сделать еще одно объявление. Благодаря неустанным усилиям нашего Синишаля мы выросли намного больше, чем могли бы надеяться справиться сами. Мы осознались, что совершили ошибку, оттеснив его на второй план. Слишком долго он оставался в тени, выполняя работу Карелля, но не имея царского титула. Пришло время использовать эту проблему, исправить эту проблему, сестра. Я, Адра, сын Карнаса, отказываюсь от своих притязаний на Бладмин и присягая на верность Роуну Блэквиллу. Я, Адра, сын Карнаса, дочь Карнаса, отказываюсь от своих притязаний на Бладмин и присягаясь на верность Роуну Блэквиллу. Адра, сын Карнаса и Эзера, встали перед ним на колени, низко склонив головы. Отныне ты будешь известен как Роу, первый король Бладмина. Вот это самая лучшая концовка! Зал взорвался радостным криками и аплодисментами. Стражники-орки взобрались на столы и колотили себя по груди, вознося одобрительные возгласы к небу. Герцог Рейф и его свита упали на колени, и вскоре вся палата стояла перед ним на колени. Ровен, лишившись дара речи, мог лишь улыбаться. Затем его схватили, толпа понесла его к подножию трону, ликуя и смеясь. Кто-то подрузил его на голову корону, кто-то набросил на плечи плащ из королевского горностая. В его ладонь был вложен скипетр императорского власти, а в другую меч Адраса. Да здравствует король Роу, да здравствует король Роу. Король Роу первый в своем имени зашел на трон Бладмина со всеми царственными достоинствами, которого требовало его положение. Его подданные ликовали, плакали и стенали, наблюдая, как их король поднимается над их ничтожной смертностью к чему-то большему, чему-то почти божественному. Их смех такой добрый, смех король присоединился к нему, смеясь вместе с ними от радости. Это было все, чего он когда-либо хотел. Слава, признание, любовь, завоевание, мир принадлежал ему. На полпути к лестнице Роу запнулся и вспомнил, кто он такой. Это неправильно. Роу она поплыла перед глазами. Горло сжалось, когда он слишком поздно понял, что произошло. Он посмотрел на свое королевское одеяние и понял, что на нем лохмотье скипетр его власти превратился в обломок корона, в кусок гнилых водорослей, а меч Адраса был всего лишь столовой вилкой. Все это сон, не так ли? Ничего этого не было. Арзуил, твою мать! Голоса внизу изменились, стали более резкими, а менее человеческими. Изображение тронного зала стало туманным и нечетким. Все гости слились в непонятную серую кашу. Окружающий мир превратился в замазку. Надо было от нее не отходить. А пир закончился. Смертные гости исчезли. Перед ним в пустоте стояла лишь только придворный Фейн, с которыми Роу познакомился. Один из них, чье лицо было так похоже на лицо Алексия, вернулся к своему более естественному птичьему облику. А, так это не Алексия была. Сзади, в отдалении, от остальных стояла Арзуил, он наблюдал за ним. Он протиснулся сквозь толпу, хихикающий Хфе, и бросился кне выражения его лица было черным. Что это значит? Молодец, Роун, ты не перестаешь поражать. Еще ни один смертному не отказывался стать королем, и могли так, как только на него надели одеяние. Твоя воля поразительна. Ты все это затеяла, чтобы выставить меня дураком? Лицо Арзуил исказилось в гримасу раскаяния. Разве я не предупреждал о тебе, что будет, если ты отступишься? Что я сказал? Будь осторожен с тем, что трогаешь, пробуешь на вкус, слышишь или видишь, чтобы самому не оказаться в театральной кутерьме. Я сказал, что со мной ты будешь в безопасности, и ты убежал, совет хорош только для того уха, которое его слушает. Ты обманула меня, манипулировала мной. Поправка, мой милый, я испытывала тебя. Я дала тебе возможность сыграть в нашу смертельную игру, интриг, ставки, в которые не было обязательными. Я дала тебе представление о том, как наше сотрудничество может принести тебе пользу, и кроме того, дала несколько бесплатных уроков. Со мной не стоит шутить, Фэй. Я не играю с тобой, если ты считаешь, что с кем-то можно играть, то это ты не знаешь, на что я способна. Перед тобой мир, полный ужасов, магии и, что хуже всего, политики. Тебе нужна такой друг, как и я, чтобы помочь тебе сориентироваться во всем этом. Значит, этот банкет был фикцией? Не совсем все наши гости присутствовали, хотя не так, как ты думаешь. Не многие вспомнят лишь мимолетные подробности туманного собрания, но мои слуги позаботятся об этом. Я обещаю тебе банкет в стиле Фэй, и я его организовала. Твои слуги зачаровали меня, расставили одеться в пестрые одежды. Арзым шутливо хихикнула. Мы, Фэй, Фэй, моя прелесть. От нас всегда можно ожидать немного игривой хитрости. Но ты был почетным гостем в полуночном дворе. Мой двор был свидетелем. Видел, какое значение я предаю тебе. Если кто не является убедительным подтверждением, то я не знаю, что тогда. И что теперь? Арзел улыбнулась, наклонив вперед, и нежно поцеловала его в щеку. Роун сдрогнул. Теперь, теперь ты проснешься. Что за... А, так это все был сон. Роун скачал с кровати, простыни были покрыты потом, сердце колотилось в груди, глаза опухли от напряжения. А, напряжение. Немного придя в себя, он тихонько вздохнул. Фэй, Фэй. Следующие несколько дней он будет пытаться понять, что все это значит. И несколько искренней слова Арзел. И насколько искренней слова Арзел. Так, сегодня погулять не получилось, но давайте на этом заканчивать. Как там круг за кругом? Продолжение следует...